Переизобретаем UX. Три изменения джаваскрипт, которые вы полюбите. Бьёмся за фронт-энд. Бьёмся за погнали. Ту-ту-ту-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да. Джазовая музыка. Лёгкий такой. Smooth jazz, да. Smooth jazz. Значит, знаешь, что я тебе хочу сказать? Сегодня, между прочим, хоть и второе уже, но я считаю, что первое. Вот всё ещё первое мая, и мы трудимся. Как минимум я точно знаю, что 164-й выпуск. Правильно? Я не ошибся сейчас. Уже 164-й? Вот недавно ещё, вот таким маленьким, я показываю, каким маленьким, наш подкастик писал, какал штаны и ходил под стол, вот реально. А сейчас он 164. Понимаешь, это уже, я не знаю, не то чтобы это даже... Это какой-то, знаешь, период тинейджерства и такого соблазнения других подкастов, если ты понимаешь, в чём я. Так, уже хорошо. К нам уже ходит фронт-энд юность потихонечку, в нашу машину садится, не боится. В наш фейк и веб-текси. Вот, поэтому мы уже делаем взрослые штуки. Вообще, я считаю, да, мы должны нашим слушателям и зрителям, мы должны им объяснение за то, что произошло неделю назад. Потому что оно как бы произошло, и мы только потом отдали себе отчёт в том, что произошло, когда нас отпустило. И это просто Russian Underground подкаст, раб так называемый. И я считаю, мы теперь не сможем от этого никак уйти, поэтому наша первая тема, она опять прям вот влазит. Я просто хотел сказать, что может быть даже и рип, потому что Russian Independence подкаст. Тоже, может быть, посмотрим. Make podcast great again у нас получается с такими темами. Кстати, да. Первая тема, ставшая уже традицией после прошлой темы. В прошлом подкасте первой. Male Sex Robots. Кирилл прокомментировал нам. Как вам такое, пацаны? То есть, понимаешь, это уже не мы с тобой выбрали. Да. Это уже нам Кирилл прокомментировал. Может быть, это Кирилл, конечно, это мой второй ник. Это уже компания плохая из двора. Да, может быть, это, конечно, я делаю все, но на самом деле нет. И тема звучит так. If male sex robots rape women, their programmers could be jailed, expert says. Expert says. Эксперты говорят действительно, что вот а что делать? Если сейчас, вот у нас же уже новый век, новые технологии, мы можем банить некоторые IP-адреса, почему бы мы не будем делать male sex robots? То есть, мужчин, сексуальных роботов, которые будут, прямо скажем, приставать к женщинам, возможно, очень сильно приставать, прямо до изнасилования. Что делать? Кого садить в тюрьму? Ты же не посадишь робота, правильно? Не выключишь его от сети, не накажешь его тем, что, там, не знаю, вытащишь батарейки, аккумуляторы, литий-ионные. В какой-нибудь серии соус-парка, может быть, и так бы все это было, да. Согласен, но в суровых реалиях чувака, который, возможно, сделал очень дорогую male sex robots, здесь написано, 10 тысяч фунтов могут стоить такие крутые вещи. Не, ну, чтобы ты понимал, это именно для этого робота. То есть, это именно телки себе берут робота, чтобы, так сказать, это. Ну, вот да. Ну, вот если его запрограммировать так, что он прям будет нарушать закон, то человек, который запрограммирует, сядет. Сядет, и полиция будет искать такого чувака, который именно программировал такого робота. А, то есть, тут об этом, да? Ну, вообще, о чем мы сейчас как бы именно заголовок обсуждаем, а там, наверное, в новости-то все-таки сказано что-то? Ну, собственно, все это, в новости все это и говорится, что, чуваки, все-таки таких роботов программируют люди. И как бы люди должны сидеть, если что, если действительно такое случается. Здесь конкретно про изнасилование это говорится. Вот, ну да, действительно, 10 фунтов стоит такой робот, и действительно они появляются. И многие люди уже начинают даже предпочитать быть, скажем так, в половых отношениях с роботами, нежели с людьми, потому что это проще. И здесь такие, знаешь, небольшая такая фраза размышления. А не сделают ли из нас это таких обычных зомби, которые как бы не хотят уже отношений с людьми, а просто, скажем так, занимаются этим с роботами. Этим с роботами. И тут я призываю тебя немножко порассуждать. Смотри, здесь же говорится про мужских, правильно? Мэйл-секс-робот, да? Но не говорится про женских. То есть, женские сексуальные роботы не могут изнасиловать. Ну, то есть, это даже не обсуждается, понимаешь? Подожди, давай так. Насколько я понял, тут суть в том, что женщины, они будут именно злоупотреблять этим дерьмом. В смысле, что они обычный секс будут выдавать за изнасилование специально для того, чтобы получить конденсацию. Не, ну это ты уже далеко пошел. Не, а я думал именно об этом. А, ну может быть, слушай. Я именно о том, просто, что они будут это квалифицировать как изнасилование, и настолько этот бред так далеко зайдет, что это действительно будет, ну типа, суд это зачтет, и оштрафуют-то уже не робота, а и посадят, а именно программисты. Да, да. То есть, вот в этом есть бред, что типа феминистки уже настолько... В это я спокойно верю, и в это я спокойно верю, потому что мы-то читаем эту статью на metro.co.uk, и я думаю, в UK может быть и такое спокойно, в принципе. Вот именно. Завел себе, короче, такого секс-робота, который выглядит как Камбербэтч, например. Мяу. Он тебя изнасиловал. А посадили самого Камбербэтча, потому что с него как бы слезали. С него слезали. Нормальные темы, да. И как бы будут слухи ходить, то ли это сам Камбербэтч был, то ли это не его. Ты очень похожий на Камбербэтча. Похожий на него, да. В принципе, желтые новости гарантируют. Возможно, сам Камбербэтч инсценирует все это дерьмо только для собственного пиара. Да, да. Просто, на мой взгляд, ты говоришь, почему женщины не могут? Просто, ну, какие мужики в своем уме будут, так сказать, себя выставлять жертвами изнасилования? Специально даже для того, что... Хотя такие-то и мужики, что они будут себя... Они смейл-секс-роботцами будут себя выставлять жертвами изнасилования. Ты же знаешь, почему нельзя мужчину изнасиловать конкретно? Ну, не считая того, что да, там, может быть, какой-то очень... Самое главное, что у мужчины просто, скажем так, тот самый орган, который нужен для изнасилования, в стрессовой ситуации, когда у него очень много адреналина и всякого говна выделяется, тот самый орган не встанет, скажем так. Как-то ты слишком осознанием делаешь, ты говоришь, ну, допустим, так, и чё? Вот, соответственно, соответственно, изнасилование уже не будет изнасилованием. Это как бы, ну, ты понимаешь, то есть как бы не будет проникновения потом. Ну, я не буду просто, я, понимаешь, я не буду даже сейчас оспаривать это, потому что это может слишком далеко зайти такой разговор. Согласен. Да, просто я, ну, возможны виды проникновения, когда... Ты имеешь в виду? Не очень, как наш подкаст, вялы немножко. Нет, 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 я имею в виду, как бы, ну, если ролями обменяться, если именно Камбербетч закажет себе робота Камбербетч и выставит себя, так сказать, изнасилованным, то это, представляешь, каков заголовок вообще? А посадят всё равно ту китайскую фабрику, которая изготовлена. Всё равно Камбербетч посадят, куда как ни крути. Я думаю, почему не выходят новые Шерлоки, а там у него уже дела на нём висят. Он выехать не может, возможно. Да, потому что тут, на самом деле, тут жуткие фотографии какие-то ещё есть. Жуткие, согласен, абсолютно. Посмотри, особенно на фотографии внизу, где Мо, и там World написано, и там Dad tried to get his own son, и он похож на этого. Как его? Который, впрочем, ничего нового. Как он? На Дружко, во-первых, да, он похож на... Да, я думал, слушай, Дружко везде, понимаешь? У него уже, причём, он тут кто-то кого-то убивает, там, что-то укрывает. Я даже не хочу вдумываться в этот заголовок, чтобы понять, кто там кого убил, а кто кого укрыл после этого и покрыл. Вообще здесь на UK вообще здесь классно. Вот на самом деле классно. То есть, если захочешь хапнуть говна, вот прям Metro.seo.uk рекомендую. Причём здесь написано News, but not as you know it. Вот да, тут какие-то именно... Тут ни одного заголовка там про Кардашианов, про кого-то ещё. Тут максимально тупорылые какие-то новости просто про бомжей, про каких-то я не знаю. Не, ну тут про британцев. Если бы были британские Кардашианы, тут было бы. Тут, если ты вот можешь заметить, здесь в основном британская тема, поэтому... Ну, Коу-Екей, я понимаю, просто, ну... Какие-то вот лысые абсолютно люди везде, не понимаю, какой-то... Кирюха нам предложил... Вот ничего не знаю, Кирюха предложил. Ну ладно, вот я просто хочу узнать, Кирюха-то как на Metro.co.uk попал? Возможно, он сам был жертвой. Ладно, всё. Короче, короче, продолжаем. Был, думаю, да. Так, ну чё. Короче, главные темы начинаются именно сейчас. Не то, что вы слышали до этого. Это всё были шутки абсолютно. Никаких совпадений, никого ни с кем, никто никого не хотел обидеть. Сейчас самые главные темы, которые мы хотим до вас донести. Этот подкаст существует благодаря вам, естественно. И самым главным способом... Тут будет два главных способа, но вот этот очень крутой способ, пацаны. И девчонки, естественно. Никого не притесняем здесь, в этом подкасте. Самый главный способ... Да, который... Просто пацанам, понимаешь... По нашей статистике, почему-то пацанам более нравится наш подкаст, чем девочкам. Не знаю почему. Ну, в процентном соотношении. То есть, может быть, нравится больше девочкам, если вы понимаете, о чём я. В этом... Ну, в процессе. Пацаны, может быть, не так реагируют. Но их как-то больше. Давай так. Наши подписчики сами дискриминируют нас. И среди патронов нет ни одной женщины. Кстати, да. Я призываю сейчас какую-нибудь... Что я могу сказать? Вот такая статистика. Какую-нибудь. Боритесь с этим сами, как хотите. Я не знаю. Согласен. Вот хоть одна сейчас, если есть такая какая-нибудь. Пусть возьмёт и занесёт один доллар в США. Вот один доллар. Это же вот... Ну, просто же тьфу. А у нас будет женская аудитория на Патреоне. Понимаешь? Поэтому patreon.com slash webdesign... Кстати, я хотел сказать про другой. Про другой способ поддержки нас. Но patreon.com slash webdesign... Его никогда не рано и никогда не поздно всунуть в подкасте. Поэтому я говорю о нём. Короче, та самая площадка, на которой вы уже нас до хрена народу поддерживаете. Целый... Вот знаешь, сколько их уже? 30 с чем-то там? Это же как... 36. Это уже больше, чем класс в школе. Уже вот 36 только нет. Это класс. Я тоже хотел сказать. Тоже эту метафору хотел сказать. То это больше, чем класс в школе. Понимаешь? Это... Я каждого практически хочется подойти. Погладить... Ну, в смысле... Не погладить по головке, конечно. Это запрещено. А я имею в виду каждому сказать там... Вася, ты классный. Вот тебе пятёрка. А тебе там кол, кто один бак заносит. А тебе трой, кто три бака. Вот. А кто сто баксов в фонд школы сдаёт, в фонд класса, мы принтер себе купим новый на него. Вот именно. И шторы поменяем. Причём дома уже у директора. Это я дома у себя шторы поменяю, да, на эти деньги. Вот. А как бы... Поэтому, слушай, ну вот такие классы у нас люди. Все они на patreon.com slash webdesign. И вы также можете пополнить этот класс. Я вообще считаю, что у нас должна быть школа там целая, огромная. То есть вот много классов. Чтобы мы любили. Мы были вот таким большим комьюнити. Были у нас и одиннадцатиклассники. И классные всякие девчонки из одиннадцатиклассники. И второклассники. И второклассники, конечно. Которые обсираются до сих пор всё ещё. Все, чтобы они были. Поэтому patreon.com slash webdesign. Вообще, я просто ещё хотел сказать, что... Чёрт. Я не могу так хотел, что забыл, что хотел сказать. Уже всё. Амнезия прям в процессе подка... Но нет. Ну, первое сейчас вот мая. Да, мы записываем с первого на второе. И уже вот 36 патронов. Но не все из них ещё расплатились, так сказать. То есть там до пятого мая происходит зачёт. Воспользовались, но не расплатились. Да, вы за проезд-то передайте, ребят. Проверьте там, у кого какой платёж задан. Вдруг карточку не приняли. Вдруг чё-то как-то ещё. У нас очень много вот этих людей, реально. То есть кроме шуток. Которые... Вот у них не списываются деньги. И я им пишу. Я всем пишу, типа... Может, там у патреона какие-то проблемы. Я как бы понимаю, что у патреона, скорее всего, нет никаких проблем. Вот. И чуваки отвечают. А, точно, я забыл закинуть денег на карточку для того, чтобы, типа, списались. Ну, я что-то слово за слово разговариваю с некоторыми людьми. Я сразу скажу, такой не один. То есть чувак, если кто-то узнал себя, я не разглашаю тайну переписки. Вас реально несколько. Больше, чем пальцев на одной руке. Таких, у которых... Они говорят, мы как бы у нас нету карточки. У нас есть отдельная карточка именно для онлайн-покупок. Чтобы если её спалили, то не страшно, потому что на ней нет денег. Туда закидывают деньги только тогда, когда нужно, чтобы что-то списали. И как бы потом на ней полное зеро, и ничего лишнего не спишется. Какие-то боязливые у нас подписчики. Вот я думаю, что уже давно пора перестать стесняться платить в интернете. Особенно на patreon.com.uaibdesign Вот имя. Прямо свою зарплатную карточку подключаете. Один раз больше не надо. Просто вот так удобно же. Это как автоплатёж на телефон. Да, да. Я вот согласен абсолютно с тобой. Потому что я вот не парюсь в таких случаях, когда реально кого-то поддерживаю. Просто закинул, и там бабло идёт, и хреначит. И я уже и не пользуюсь, и не захожу, и не смотрю, и ничего не делаю. А всё ещё хреначит. Поэтому да. Но каждый раз себя в пример ставить, это уже хватит, мне кажется. Надо прекратить. Поэтому patreon.com.uaibdesign Давайте. Чтобы у нас два класса уже было хотя бы. То есть будет ашки и бэшки. Я даже знаю, по какому принципу мы их сегрегируем. До, так сказать, 20 долларов это ашки, а все остальные они бэшки как бы. Я думал, ну ладно, ну хорошо, тоже хорошо. Так сказать, патроны второго сорта. Ладно, всё. Ладно, да. Короче, Smart Tape, между прочим, это то, чего я хотел назвать первым. И оно на самом деле всегда для нас всегда являлось первым. То есть знаешь, как ты у меня первый. Вот Smart Tape. youbdesign.ru Это простой способ поддержать нас по реферальной ссылке и еще и воспользоваться охрененным сервисом, хостингом. Русским, классным, дешевым, доступным. Не знаю, я перестаю уже просто запоминать, какие я называл до этого эпитеты и метафоры и прилагательные и все вот это. Потому что Smart Tape.ru это просто лучшее вообще. youbdesign.ru slash smart tape, еще раз повторю, адрес ссылки реферальной. Переходите, берете на год, берете сразу машинку себе какую-нибудь, выделенную. Накатываете туда с вашим знанием отличным Nginx, например, и пользуетесь. Правильно я говорю? Ну, слушай, почему бы и нет? Я думаю, что таких вариантов масса. Из тех эпитетов, которые ты использовал, самое главное, это доступный. Потому что Smart Tape Роскомнадзором ни в каких ситуациях, я думаю, забанен не будет. Ну, да, да, кстати, да. Они там ни на Amazon, ни на Central Amazon, ни на West Amazon, нигде. Вот именно. Никаких веерных отключений не будет. Хотя мы об этом сегодня тоже еще в подкасте поговорим. Но да, давай, давай, все, соберемся с силами. uwebdesign.ru.smarttape, самый лучший хостинг, пробуйте. И дальше мы вам говорим просто, что у нас на сайте можно зарегистрироваться. Я прям вот скажу быстро это все, как палочку эстафетную у тебя возьму. В сайт-баре здесь есть вот блок, и веб-дизайн я обязательно рекомендую. Здесь можно зарегистрироваться, чтобы темки очень быстро и качественно в подкаст нам засовывать. В том числе, вот вы видите и в сайт-баре, и у нас сейчас в топе вот этот пост, тема к подкасту номер 165. Заходите в него, оставляете темки, комментируете. Вам кто-то может написать, фу, стрёмно, я это уже предлагал в тот раз, они не обсудили там. И так далее. Вот тут целая прям комьюнити. А после того, как мы переделаем наш сайт-ецкий, она вообще другими красками заиграет. Вы не вылезете отсюда, я вам гарантирую это просто. Поэтому e-op-design.ru в сайт-баре можно регистрироваться, предлагать темки. На e-op-design.ru slash about все наши ссылки, если вдруг вы что-то слышите, вот по ходу подкаста там Patreon, Twitter, ВКонтакте, Telegram. e-op-design.ru slash about там все эти ссылки есть, не потеряйтесь никогда. Ну и на e-op-design.ru slash donate можно просто чисто вот денег, незаметно. Как чаевые, пока никто не видел, вот в эту кожаную штучку вложил, куда счет переносит, вот так, чтобы никто не знал, что ты там 10 рублей оставил просто, и все, которые у тебя со сдачей остались. Вот так же можно нам на Яндекс.Деньги скинуть что-нибудь, или на WebMoney, или на Bitcoin кошелек, или даже на PayPal. Кстати, что касается, чтобы никто не видел, вот хочется иногда стену позора устроить, но не будем. Вот есть люди, которые на Яндекс.Деньги рубль закидывают. Вот не тысячу рублей, а именно один деревянный. А пишут комментарии хотя бы смешные? Нет, в том-то и дело. Ладно бы они хоть реально что-нибудь там сказали, там, на логопеда, или там... Блин, ну согласен, я не понимаю, почему. Почему смешной комментарий, он хотя бы окупился бы, понимаешь? Вот именно. И на 2 рубля 44 копейки закидывают. Откуда эти деньги, что это? Видимо, что на Яндекс.Деньгах, так сказать, остатки какие были, они их занесли по ценам из e-web-дизайна. Потому что, ну у нас, вот зачем нам 2.44, а им как бы вот пригодится. Нет, действительно, нам пригодится, но вы хотя бы подписываете что-нибудь смешное, чтобы мы хоть поржали. Это прям будет вообще круто. Я понимаю, что мы уже кочевряжемся, а я именно это слово хочу использовать, что мы кочевряжемся. Что нам закидывают, а мы еще недовольны. Ну да, мы такие, почему бы и нет. Так, еще что скажешь? Ничего, все, предлагаю дальше идти. А, вообще все, то есть Телеграм, стикеры, насрать? Все, насрать, я уже сказал. e-web-design.ru слышал бау, все там. Я просто, я знаешь, что хотел сказать? Я хотел сейчас небольшую философскую мысль здесь вставить. Понимаешь? Мне даже нравится, что мы немножко разваливаемся с тобой в подкасте. И вообще мне нравится, что сейчас полвторого. И мы с тобой такие, знаешь, немного уже как бы такие, ну, плавленые. Но мы все равно что-то пытаемся потом подвысраться, подсказать быстро. И мне нравится, что у нас такая, знаешь, рваная такая, рваный темп. И вообще я заметил, что я начал получать удовольствие от всякого говна. Вот реально. Вот прям вот не нравится никому, а мне вот прям нравится. Вот прям вот классно. Вообще все нравится. Давай сейчас в дизайн. Это одна из, один из побочных эффектов тех таблеток, которые я тебе дал в последний раз. Вот да. Ну ладно, я тебя понял. А их, кстати, надо как понимать? Я просто их шоу посую. Ладно. Ты имеешь в виду, мистер Томпсон, анальгетики не от слова анальные, таблетки надо класть в рот. В общем, смотри, здесь на прототайпере очередной пост откажем. Я вот не ожидал, что мы когда-нибудь с ним столкнемся еще. Ну вот да. Эркан Керти его зовут. Я не знаю, кто-то запомнит когда-нибудь это или нет. Бред, бредовый. Ладно, смеяться над именами, это, конечно, не наш стиль. Хотя, кого я обманываю, как раз это и наш стиль. Это только наш стиль, понимаешь? У меня не открывается без VPN. Я что-то хрен знаю. Да, у меня открылось. Я сейчас случайно обновил. Да просто, опять же, ну, прототайпер IO, это подмедиумный блок, который хостится стопудово на Амазоне. Вот у меня он открылся сейчас, опять же, с Веста. У тебя с какого-нибудь Ист? Да-да-да, Централа, да? Ну окей, да, я открыл сейчас, давай. Действительно, кожома смотрит на меня. Вот. И он тут ни много ни мало переизобретает UX. А почему мы снова встретились с ним? Он пишет хорошие статьи или... Это случайность или ты следишь за каждым? Нет, это абсолютная случайность. То есть просто мне в какой-то из рассылок пришла вот эта статья. Причем, что характерно, его стори... А здесь на медиуме это сторисами называется. То, что он пишет не посты, не топ-посты, а топ-старис. Дизайн with gradients, который мы обсудили в прошлый раз, она более топовая, чем reinventing the UX. То есть мы сейчас по нисходяще идем. Скоро вообще-то говна какой-нибудь скатимся, которую он написал. Мы и так уже рассматриваем, куда я... Мы и так уже его статьи рассматриваем. Просто понимаешь, в чем дело? Я просто хочу сказать, что это не пиар-кожом. А то вдруг вы подумаете, что мы постоянно только его статьи смотрим. Как будто он новый Бавич. Не-не-не. Кстати, ну нет. Может быть, конечно, он и будет претендовать когда-то что-то. Но, повторюсь, вот на данный момент это случайность. Возможно, когда вы пятый подкаст будете уже его тему видеть, это уже будет не случайность. Но на данный момент пока случайность. Тем более я... Всего 25 хлопочков поставил этой статье, потому что на большее он не наработал. И опять же, вот про Design with Gradients мне статья понравилась градиентами. Именно картинками. По факту статья высосана из пальца была. В этот раз, к сожалению, опять она мне понравилась только картинками. Она высосана из пальца, но он как-то так классно подбирает визуальную составляющую, что я ничего не могу с собой поделать. Вот здесь кадр из Blade Runner 2049. Я не смотрел. И что это? Откуда это тут написано? Он пишет, что этот кадр нам показывает незнакомый юзер-интерфейс. Ты, то есть, не помнишь, откуда это, что это. Но там очень много напихано киберпанк-элементов, и это вот один из миллиона. Их я не помню, что это. Ну, видимо, это компьютер. Вообще, мне это напоминает лампу, как у стоматологов, которую они, знаешь, пододвигают к тебе и светят. Ну, они прямо, она как-то там фокусируется так, что она именно пучком светит туда, куда надо. То есть тебе глаза не слепят, а зато во рту у тебя все светло. Вот мне напоминает такую лампу, но она здесь зеленая, там какие-то цифры, поэтому, видимо, это экран. Вот. Ну, это как будто из матрицы, опять же. Экран зеленый. Да, да, опять же он зеленый. И он здесь говорит о том, что пришло время переизобретать UX. Почему? Потому что мы так живем, все так быстро меняется, и меняются сами интерфейсы. А из-за того, что меняются интерфейсы, должно меняться и способ взаимодействия с этими интерфейсами. А он говорит так все быстро, что порой мы не успеваем, а это как-то очень неуклюже получается. Он будет приводить и примеры, и контрпримеры, и это на самом деле прикольно. Определенные композиции в статье есть, хотя вот сама ее суть, сама составляющая, она вот на поверхности. Он говорит, что вот на данный момент уже есть некоторые интерфейсы, которые как бы are on the table, at the table, точнее, на столе как бы, они уже используются, но еще пока нет ультимейт-решения для них, поэтому вот все еще мы ищем, так сказать, мы человечество в поиске, как... Я думал, мы, которые мы покакали. Вот эти мы. Вот. Человечество ищет идеальный UX для этих интерфейсов, и вот, например, часть из них это голос, какие-то сенсоры и даже мозг, даже наша память или какие-то мысли, мышления. И он говорит о том, что вот давайте немножечко ретроспективы сделаем. Вот буквально 20 лет назад никто даже не подумал о том, что будут какие-то сенсорные панели. На самом деле это бред, потому что я уверен, что в Звездных войнах что-то сенсорное было или не было, или там все время ручки крутили. Просто, насколько я помню, все-таки что-то сенсорное было. Не, ну как минимум, там были хрени, по которым они созванивались. А, блин, нет, это не сенсорное. В смысле, ты имеешь, что прям именно нажимали на что-то сенсорное? Да, просто там было что-то, ну, голографическое, но почти всегда какую-то кнопку жаль. Но я вот прям помню момент, когда они именно жали на сгусток какого-то... Да, слушай, на этом столе, они же, помнишь, обсуждали постоянно в седьмой-восьмой части на этой круглой хреновине на столе на этом, когда еще Лея жива была, скажем так. Ну, давай так, это нечестно. Седьмой-восьмой эпизод вышел вот уже сейчас. Мы говорим о том, что было 20 лет назад. Ну ладно, ладно. Я пытаюсь в оригинальной трилогии вспомнить, что было, и мне казалось, что куда-то они все-таки там сенсор нажали, но, может быть, и нет, тем смешнее, ну, тем более прав Кожома, потому что вот тогда мы, говорит, не могли помыслить даже о тачскринах, то есть в любом случае это были какие-то такие, именно даже если не кнопки, то иногда прям такие рычажки, которые, знаешь, вот вверх-вниз вот так включаются, то есть даже вот такие это были, хотя рядом с компьютерами. И в тот момент, когда появился iPad, у нас просто переосмысление произошло тач-контролов. Почему? Потому что, ну, хотя, ну, нет, не тач-контрол, наверное, все-таки iPhone. Почему? Потому что до iPhone, короче говоря, все тачскрины были тупое говно, были резисторные вот эти, которые именно надо было сильно давить, они от силы нажатия работали, и потом, когда он уже деградировал, надо было все сильнее давить, чтобы он срабатывал. И только потом, после iPhone появились резистивные тачскрины, которые от заряда работали, поэтому они работали от пальца, там, не работали в перчатках, там, и так далее, и тому подобное. Но благодаря этому они уже так не деградировали, не было такого, что там, со временем он не срабатывал. Он не срабатывал, только если шлейф от него отходил. Но по факту, резистивность, она все время сохранялась. Ёмкостные, ёмкостные появились, конденсаторные. Ёмкости всегда работали, и нормально все было. Так что, и он, это говорит о том, что до iPad'а были уже планшетные компьютеры, здесь фоточка Билла Гейтса со старым Tablet PC от Acer, с XP-шкой там, прям с XP-шкой. И тут он был толстый, как-то беспонтовый, все равно с кучей кнопок каких-то. Или про Билла Гейтс, или про кого-то? Да. Вот. И именно когда iPad... Потому что он здесь реально толстый. Ну, может быть, не беспонтовый, конечно. Ну, тогда-то он как раз еще понтовый. Ты его сейчас видишь. Вот сейчас точно он беспонтовый уже. Но неважно, с кнопками какими-то. Вот. Именно когда пришел iPad, убрали все кнопки, кроме одной, ну, там, и двух, которые громкость убирают и блокируют, да? Но, по сути, убрали все лишнее именно тот самый, когда UX придумали, сразу интерфейс заиграл другими красками, сразу все скопировали iPad, появилось 100 тысяч клонов там и так далее, и тому подобное. Потому что был найден правильный UX для взаимодействия именно с этим видом интерфейсов. Именно поэтому здесь сразу приводится контр-пример. Например, Microsoft, когда в восьмерку ввели еще только, помнишь, даже еще я ставил себе 8 превью еще в супер-бородатые времена, когда только появился этот метро-интерфейс, сейчас-то он чуть ли не даже как-то не по-другому называется, они же там отсудили, Modern UI это теперь. Вот. Но метро он тогда назывался, и это было как раз смешение того, что большие, такие крупные тач-контролы были на десктоп приведены, ну, потому что они сделали единую операционку и для планшетов, и для десктопов, и для телефонов. И это крахом обернулось на самом деле, потому что здесь вот есть такая... Хорошо хоть не крахом. Но у кого-то, может быть, и крахом обернулись, на кого-то, может быть, даже... Кстати, вот опять же, я здесь буду... Я буду везде теперь... Вышел новый сезон Elementor, я теперь буду везде Elementor опять ссувать, как водится. И там-то, во втором и в третьем эпизоде, они пользовались именно серфейсами, планшетами. Серфейс же он Так я помню, он срал прям с ним. Сидел, да, это вот второй или третий эпизод это был, ой, сезон это был. Может быть, даже и первый, не помню. Ну, в самом начале, что какие-то первый, второй, третий. Вот, и там они прям вот, ну, видно было, что это прям реклама, потому что в основном они там все время макбуками пользуются, причем макбуками с вымышленной операционкой, то есть видно, что это макбук просто в чехле. И там у них вымышленная какая-то операционка, которая именно там Elementary OS, хотя, если я не ошибаюсь, даже такая и есть по названию. Ну, короче, у них там две операционки, одна вот пользовательская, там браузер свой, вообще все свое. Вторая именно полицейская, там в полиции еще типа своя операционка, так смешно выглядит, реально там отрендеренные какие-то картинки, какие-то видосики такие. Вот, а Surface, хоп, и он прям вот, ну, вот он был именно с Microsoft Windows 8, вот это RT, или как она тогда называлась, которая именно на планшетах была. Ну, так вот, суть в том, что из-за того, что они сделали ее единой, на десктопе Windows 8 не прошла так называемый dead test, в смысле, тест на папу. То есть папы, ну, то есть старики и так далее, они не понимали, какого хрена кнопки такие большие, они не могли на них нормально нажимать, тупили и так далее. То есть вот этот тест на папу не прошла операционная система и тот самый UI. Почему? Потому что был неправильный UX для нее сделан. Не должны мы были манипулятором мышью на такие большие иконки жать, потому что, ну, они думали, что это для дегенератора, что ли, и так далее. То есть, ну, это понятно. Поэтому, говорит, есть определенные правила для каждого вида интерфейса. Здесь он говорит про закон FITTA. Закон FITTA говорит нам о том, какого размера должна быть кнопка в зависимости от того, на каком расстоянии она находится. То есть, если это интерфейс для какой-то телепрошивки, то там, естественно, кнопки должны быть большие, просто потому что ты на диване за три метра сидишь и должен их видеть нормально, и да. Ну, и, соответственно, на телефонах там они должны быть меньше, потому что, ну, там, в размер пальца должно попадать. Сильно маленьким, впрочем, тоже не быть, но и сильно большим тоже не обязательно, потому что экран уже ближе к глазам находится, поэтому здесь, опять же, да. Ну, и он говорит о новых интерфейсах, это были примеры, контрпримеры, он говорит о том, что вот есть голосовые команды, и что вот такие вещи, как Amazon Echo, Google Home и Apple HomePod, это колонки, да, вот эти умные, они по-другому уже привносят, так сказать, для нас голосовое управление, потому что голосовое управление, на самом деле, было еще в незапамятные времена. То есть, когда-то там, я даже не говорю о том, что там в Кинекте было голосовое управление, это такая приблуда для Xbox 360, кто не знает, это лет 7 назад еще было. Для самых маленьких, да. Вот. Ну, я думаю, еще до Кинекта, во всяких, именно профильном софте каком-то было голосовое управление, ну, стопудово. Я просто, ну, не могу сейчас привести примеры, но почему-то, мне кажется, что даже когда я еще в 2000-е, 98-й Винде сидел, в суперстарые игры играл, уже где-то когда-то были какие-то суперспециализированные программы с голосовым управлением. Не знаю, не берусь утверждать, может быть, я просто в будущем жил в тот момент, но как бы для меня это вот не было чем-то таким вау, супер. Ну, было, было, понятно, что оно было костистое, там, он определенные команды понимал, но да. И вот он говорит, что эти девайсы, такие как HomePod, они привнесли новый UX для вот этого UI с голосом, но на мой взгляд, на мой взгляд, еще не произошло вот того самого рывка, который изменит навсегда голосовое управление, сделает его наконец-то удобным, не беспонтовым, потому что Siri, ну, камон, все еще она не в попад бывает отвечает, все еще она не все команды понимает, и, ну, я как бы не без претензий, я понимаю, что, ну, это сложно просто чисто алгоритмически все это сделать, но я считаю, что вот этот момент M для голосового интерфейса еще не произошел, что будет еще какой-то продукт, может быть, HomePod 2, может быть, что-то новое, может быть, это не от Apple будет, который прям будет mindblowing и взорвет управление голосом, переведет его абсолютно на другой уровень, поэтому вот так вот, а, ну, тут он говорит о том, что вот и таких интерфейсов, может быть, еще очень много, которые будут появляться, надо следить, держать руку на пульсе, бла-бла-бла. Ну, блин, слушай, ну, как-то он в этот раз помощнее завернул, в смысле, кожома. Я уже даже не помню, что мы в прошлый раз говорили про градиенты, просто, что градиенты классно, надо природные градиенты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Угу, да, там было как-то, ну, такое, а тут как бы вот уже посерьезнее. Возможно, возможно, он растет. Да, но видишь, глаз у него еще растет. Вообще, судя по всему, это менее оцененное на медиуме, чем та. Видимо, медиум-то деградирует, в отличие от кожома и от нас, поэтому как бы... Блин, ну, мы точно растем, мы никак деградировать не можем, я просто не вижу в нас деградирующих людей. Абсолютно. Несмотря на наш чатик в Телеграме, это не мы, это... Несмотря на наш подкаст, я бы даже сказал, не слушая его. Окей, получается следующая дизайновая новость. Давай согласись, 25 хлопочков из 50 на 50 не тянет ни в коем случае. Ну да, но в принципе что-то новое я вот послушал. Мне вот понравилось про тумблерочки, про это все говно, и что мы подумали, что в Звездных войнах где они... Да, но только это я все придумал, у него-то этого и не было. А, так это ты, так и все тогда, зачем ты ему хлопочки поставил? Ну вот да. Давай дальше попробуем. Короче, фронтендер прокомментировал еще к прошлому подкасту, я запомнил, я запомнил. И тебе такой говорю, это, а что мы не взяли? Оказывается, взяли. Тема-то нормальная. Не знаю, насколько мы сейчас ее обсудим с тобой, но тема прикольная. Не знаю, опять же, как для наших русских коллег, как для наших русских коллег именно, как для наших русскоязычных слушателей, для слушателей, точнее, не так, зачем я по языку объединяю, по тем людям, которые живут на территории России и стран СНГ. Вот, и возможно даже Европа. Хоть это слишком толерантно сегодня. Как ему нахрен в жопу ему перлась вот эта статья про редизайн такого сайта, как walmart.com? Пронтендер, прокомментировал, Walmart редизайнулись. И ты знаешь, вот мы с тобой, мы с тобой, не понаслышке знаем, что такое Walmart, да? Конечно, да. Ну, ну знаем, чуть-чуть. А тут вот, оказывается, редизайнулись, и оказывается, у них еще не все хорошо было на сайте. И сделали еще лучше. Казалось бы, Walmart, а крупнейшая сеть в Америке, крупнейшая сеть по розничной торговле, или как это сказать? Ритейлу. По какой торговле? По ритейлу, да. Ну, то есть, это огромные, огромные, никак не универмаги, а, в общем, огромные такие супермаркеты, супермаркет, универмаги, это я, какая-то русня сейчас пошла. Вот, огромные супермаркеты, в которых продается все. Просто все, начиная от хлеба, заканчивая электроникой, айпадами и так далее, включая одежду и т.д. Ну, как в Ашане, примерно, я думаю, это для нашей аудитории будет более понятно. Короче, да, это огромные Ашаны, огромные Ашаны. У них нет Ашанов, у них есть Walmart. Ну, Ашаны, кстати, да, Ашанов нету в Америке, Ашаны, это французская тема, но я-то вот про Walmart узнал первый раз в конце 90-х в Германии, он там был просто банально, и Ашаны там тоже были. То есть в Европе есть, в Европе есть Walmart. По-моему, они уже съехали, то есть когда я приехал туда уже, кажется, в 2007-м уже Walmart не было, а вот в 1997-м еще было. Американская тема, естественно, да. И, значит, у них сайт был до этого типичный американский, типичный американский сайт. Вот здесь есть на Web Designer Depot, есть скрин с прошлого сайта, с прошлого дизайна. На Amazon очень похож. Абсолютно, да, абсолютно американский, но обрати внимание, у них есть логотип, вот тот самый, очень классное такое звездочко, скажем так, вот эти лучики, да, лучики, которые желтые на синем фоне и белые буквы Walmart. И здесь, короче, у них такое, ну, простейшее просто реклама чего-то там, каких-то колясок и внизу, внизу, в общем, то, что, видимо, ты заказывал до этого. Да, потому что это серия Order. Очевидно, что если он заказывал какие-то там еда для котов, то понадобится новая, потому что коты не перестанут есть, к сожалению. К сожалению, не перестанут. Но в новом дизайне, который, во-первых, пацаны представили, так вот взяли и рискнули. То есть, понимаешь, вот такой вещи, как Walmart, у них не рискуют обычно. Это как Amazon. На Амазоне не рискуют. Там дизайн не переделывают вот так резко, потому что там уже все давно выверено до миллиметров, до мелочей, но здесь рискнули пацаны. И самое главное, что они убрали логотип и из логотипа убрали надпись Walmart. То есть, не постеснялись. Как будто все знают эту звездочку. Ну, я думаю, так и есть. Я думаю, все, кому надо, уже знают. И чувак пишет, то есть, рискнули реально. Пацаны рискнули, убрали звездочку. Не знаю, говорит, хорошее это решение или нет. Вот этот синий убрали. Тот очень американский синий убрали, сделали более темно-синий, заметь. То есть, вот как-то видно, американский стиль, его видно. Вот эти вот цвета, они прям вот, я вижу этот пластик беспонтовый, волмартовский. Прям вот вижу его. Прям кроксы вижу. Вот когда смотрю на верхний синий, на нижний синий такого не возникает. Такая темная, такая в более... Ну, мне, слушай, мне нижний синий напоминает Best Buy, потому что он более темный. Да. И все равно кроксы вижу. Только не кроксы уже, а плееры дешевые. Плееры дешевые вижу, согласен. Кроксы не вижу уже. Ну, уже прогресс, да. Чувак говорит более элитно. Сказал, чувак говорит более элитно. Стал выглядеть. И напоминает Bing немного вот этой поисковой хренью. И говорит, ну, такое, ушли в какой-то Microsoft Material, точнее, Microsoft Metro UI, такой вот, вот такая тема, короче. Ну, вот эти все квадратики, кружочки, вот эти вот штуки, такие, Windows, реально немножко напоминает чем-то. Что я хочу еще сказать? вот эта вот перекрывающая штука, Mission Nutrition, оно прям именно вот как метроинтерфейс налазящий. И в метроприложениях, а я на работе до сих пор пользуюсь иногда почтой метровской вот этой, там вот эти стрелочки влево-вправо, они примерно так в кругляшках и оформлены. Так что тут, да, действительно, очень похоже. Да, и Comfort Zone вот это, видишь, снизу тоже. Да, 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 вижу. Короче говоря, похоже все это. Функционально. Дальше он говорит, функционально, ну, говорит, прикольная тема, в принципе, по функциональности, немножко они категории, как я понимаю, сменили и всякое такое. Опять же, я не уверен, то есть, насколько вот это все проверено, ну, видимо, скорее всего проверено какими-то аналитикой и всем тем. Не просто так они сменили этот дизайн, но самое главное, я сейчас просто хочу сказать, я читал еще заметку с основного их сайта, с Walmart'овского, где чувак, между прочим, там главный по маркетингу, там, знаешь, очень серьезная шишка Walmart'овская, которая, между прочим, встала, возможно, пишет, что, чуваки, мы тут, короче, охренеть, что сделали, вы обосретесь, вот реально, сорвет башку, потому что мы, короче, такое сделали, мы на своем сайте теперь охрененно рекомендуем вам товары, просто досвидос, все алгоритмы переделали, функционально, это просто новое, что-то просто для вас, теперь мы, говорит, те вещи, которые вы покупаете постоянно, мы их вам суем постоянно, то есть, те самые кормы для котов, галлоны молока и так далее, а те вещи, которые вы покупаете единоразово, например, там, стол, стул там и так далее, да, ну, какие-то интерьерные вещи, мы вам предлагаем что-то похожее, не предлагаем то же самое, как это делают на Амазоне, знаешь, типа, вот стол купить, а может быть, еще стол купить, да, людям не надо 100 столов, это как бы Walmart правильно делает, они показывают что-то похожее, то есть, классно, вот купил стол, а к этому столу подходят вот эти вот рога, буйволы подходят, классные такой, вообще, прям повесивший, буйвол, это самый прям ходовой товар, я чувствую, согласись, буйвол, нормальная тема, вот, и короче говоря, я верю, верю пацанам из Walmart, потому что вот прям вот, мне кажется, что могут сделать круто, но они сделали вот эти классические, они еще упирают, то что мы специально добавили вот эту хедер-картинку, да, такой, как бы среды обитания человека, типичная среда обитания человека, чтобы чуваку сразу, он вживался, типа, я вот тут буду жить, ну, как бы такая, икея стиль, вот тут классно у меня будет, вот так вот, и куплю еще вот буйвола сюда, короче, прикольно, прикольно они сделали, это что касается функциональности, ну, и да, про дизайн мы уже сказали, такой метро UI, ну, и постоянно, да, конечно же, будут тебе кремблс, постоянно какие-то очистители для, не знаю, стекол, окон, стиралки, машина служит долго, долго, колгон, короче говоря, прикольно, Walmart, у тебя есть какие-то воспоминания теплые с Walmart, просто вот поделись, поделись, так вот, как тебе сказать, наверное, у тебя сплошные теплые воспоминания, у меня, да, я помню, что их, именно то, что Walmart, называется Great Value, то есть, как в Ашане каждый день, так вот, Walmart, это Great Value, и в принципе, оно даже, ну, как бы можно брать, можно жить, если уже опуститься, примерно, как мы, или поднять, когда, когда там были, то можно жить и с Great Value, с кими продуктами, в том числе, я помню, зайди на Walmart.com, пока ты рассказывай, ну, давай, возможно, у меня даже еще какие-то нагрянут воспоминания, еще более, так сказать, и ты вот, у тебя, наверное, каруселька, ты кажешь, как у меня, подожди, у меня вообще старый дизайн открылся, ой, я не шучу, у меня старый дизайн открывается, Control F5, жму, 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 старый дизайн, www.wallmart.com, точно с www? HTTPS? HTTPS, да, я зашел, HTTPS, walmart.com, без VPN-ки, без говна, у меня старый дизайн, тоже без VPN-ки, без говна, может быть, нас тестируют, разные дизайны, возможно, выкатывают, ну, вообще, давай я теперь в Store браузера зайду, блин, а Control Shift N из анонимного режима, нет, даже Store браузера старый дизайн, да ладно, я не шучу, я сейчас сделаю new identity for this site, и еще раз попробуем, так, сейчас долго коннектится, а что, это у тебя у друга же торбраузера? Ну, у меня он как включил еще в прошлый подкаст, я так и не выключаю, вдруг перестанет что-нибудь, вот, вот сейчас новый дизайн привалился, вот, охренеть, и здесь ты можешь увидеть на четвертом слайде, как замечательно, мужчина с ребенком, не знаю, со своим ли, так, у меня хорошо, сидит и делает, делает, между прочим, кострище, ну да, а сзади у них огромная палатка, возможно, купленная в Walmart, Ozark Trail, видимо, это какая-то фирма, которая именно для активного отдыха говнище продает, поэтому, ну ты зайди, там очень классно, если ты зайдешь в этот Ozark Trail, перейдешь по нему по стрелочке, ты увидишь охренеть, что, кружки всякие, термокружки, всякие, на чем делать гриле, тут какие, тут просто, ну тут сразу хочется жить, это что-то типа вот этой фирмы Jack Wolfskin, немецкой, и этот, Out Venture, которая к ней, это то, что вот в Америке Columbia, в Европе Out Venture, вот у Out Venture подобный логотип, как вот этот вот, что это еще раз, Ocean, что? Ozark, что-то там, Ozark Trail, да, ну слушай, это, конечно, да, это прикольные все эти походные штуки, вот, палатки какие-то, тут на них скидки еще бесконечные, у меня, правда, мобильного что-то нету с сайта, видимо, надо с мобилы заходить, там, наверное, M, возможно, раз мы уже обсуждаем, да, абсолютно не адаптивный, вот, as, абсолютно нет, а, я сейчас смотрю в толстом футере, действительно, нету никаких, а, подожди, есть Mobile Apps, ссылка, я думаю, что там все есть, как бы, вот в Pre-Le они, интересно, переделали или нет? Не знаю, я бы мог зайти, типа, знаешь, инструмент разработчика, симулировать, что я на iPhone, но что-то я в Tor-браузере не вижу такое нахрен, я ищу веб-девелопер, но что-то как-то вот нету, нету здесь такого, чтобы, типа, откуда я заходил, responsive design mode есть, да и насрать, господи, сейчас подожди, давай, я зайду за на, мне не очень нравится, что, а мне, представляешь, мы не договариваясь, вот тебе нравится, а мне не очень, я не ощущаю ощущения Walmart, вот захожу, ты имеешь ввиду на прошлом? Нет, как раз на прошлом я ощущаю, а на новом нет, на новом я зашел на какой-то, я не знаю, это какой-то сайт телемагазина, где просто тебе со скидками продают, только сейчас закажи нашу говномультиварку, и мы тебе еще пришлем книгу с рецептами от, я не знаю, там Маши Ростовой, не придумал другого имени никакого, вот, и я такой, тут должны сразу мне показывать хлопья, молоко, а тут мне наушники, умный дом, какие-то часы, что это такое, какого хрена, не знаю, где, ты не хочешь хлопья, чувак, ты хочешь часы, возможно, чувак, с которого я захожу с Торбраузера, так сказать, выходной узел Тор, он абсолютно не ест вообще, потому что для меня Walmart, это в первую очередь еда, это в первую очередь groceries, а здесь нет groceries вообще, здесь придают мне мебель, какие-то электронику, я не знаю, одежду, телевизор, инструмент музыкальный, где, мать твою, еда, я понимаю, что food, это первая категория, когда я слажу вниз, и shop by category, но, я думаю, 95% людей, заходя на Walmart, хотят увидеть food only, ну, мне так кажется, по крайней мере, если ты говоришь о моих воспоминаниях про Walmart, то для меня это и кида, в первую очередь, для меня это, ну, вот мы, да, не, ну, я согласен, но мне и нравится, что там и велики тоже, а я не помню, мы велики, мы покупали их около Walmart, это, мне кажется, какой-то ИП Браун был, у которого мы, вот, не знаю, хотя мы, когда мы их возвращали, мы, по-моему, в нормальный customer service Walmart да, это все-таки оттуда были, ну, ладно, там нет уже ИП, там это уже все монополия давно, сорян, да, там всех уже перекупили, вот эти, мы, конечно, кроме Walmart, еще ходили в Sam's Club, который вот это оптовое, именно, я бы, кстати, ты же просто помнишь, я помню аргумент, когда ты возвращал велик, это небольшая экскурсия, когда ты возвращал велик, ты сказал, что, если вы нам сейчас не замените, то мы нахрен пойдем и будем все покупать в... Во Фредмайере, я сказал тогда, да, во Фреддике, как мы его называли, вот во Фреддике, это смешно, причем, самое главное, что я уже второй или третий, нет, второй раз я, наверное, возвращал в велике, мы половину времени проездили на красном, а потом я проездил на женском чуть-чуть, а потом уже... Выкинул его, потом мы ездили на голубых уже, на синих, помнишь, которые пониже, у них не 21 была диагональ у колеса, а 19. Ну да, но я-то всегда ездил на одном и том же, поэтому меня это не волновало особо. А, ну понятно, вот я на двух прокатал, и первый нам заменили нормально, а второй уже, я сказал, вот что у вас такое говно некачественно, прокалывает колесо, верните уже деньги, я пойду во Фредмайере нормальный велик куплю, вот так я... Это при том, что секунду назад ты за Walmart'ом прям брал гвоздь и хрен начал... Вот именно, это очень смешно, если бы они по камерам это все посмотрели, но это просто, это смешно, мы же самые дешевые, в отличие от Илюхи, брали велики за 99,99, поэтому как бы они действительно, они полуразовые такие, у них могло это все проколоть, и как бы в принципе мне могли бы, по идее, заменить только колесо и провести это как гарантийный ремонт и не обновлять вот это то, что там же гарантии месяц, и мы именно чуть ли не в течение месяца пытались это вернуть, или три месяца, слушай, я не помню, просто, ну я помню, что я два раза только возвращал, значит, наверное, три месяца, потому что иначе я бы просто, ну не уложился в это время, ну не важно, в общем, воспоминания о Walmart'е, это еще и вот эти, да, коробки по 12 банок Coca-Cola сразу, как мы их везли вообще, мы же, сначала-то ладно, нам помогли на фургоне отвезли, когда мы в Sands Club'е были, а потом-то мы же это как-то, а, я помню, мы в твою торбу, это ставили, именно вот так вот вертикально в нее погружали, и ты ехал, у тебя там банки торчали, может быть, мы ее в наши бэки тоже кладем, да, и они уже там прорывали ее, там еще в Торбо, ты еще так назвал, как будто у меня с DDT или с Волком Торбо, а там, а там она более лайтовая, и из-за этого она еще больше прорывалась, потому что там такая, ну да, она как из плащевки, именно по мужикам из плащевки, хочется сразу заднюю дать, когда слово плащевка, говорю, ну да, ну вот эти бобы, M&M's, вот эти бесконечные всякие, разноцветные какие-то, вот эти, вот это у меня, хотя, опять же, опять же, мы и в Рис покупали в Волмарте, я помню, когда... А, да? Я-то просто во Фреддике и Айпад покупал, и Айвафон. А можете во Фреддике, слушай, вот это я сейчас не помню уже. Во Фреддике я покупал Айпад. Ну разница между Фреддиком и Волмартом не очень большая, на самом деле. Ну, слушай, дорога до Волмарта была довольно дальняя, до Фреддика мы с тобой изи уже потом минут за 15, наверное, доезжали, хотя там километров 15 было, опять же. Ну да, да, но мы еще, возможно, так проезжали, что у нас бы любой коп сказал бы I UGA Series. Ну это да, это точно. Мы сейчас весь подкаст будем ностальгировать, хотя, наверное, за это нас и любят, но вот повторюсь, именно я возвращаюсь к тому, какой старый сайт у меня открылся в сафарях, вот тут сразу практически еда, сразу грошери пикап, ну тут, конечно, еще Донки Конг для 3DS-ки продают, для свеча точнее, для свеча, Деллы, и какие-то Mother's Day украшения, но он какой-то реально более волмартовский, тут сразу что-то продают, что-то как-то это, а там вот эти все, вот мы вас любим, мы вам предлагаем только лучше, да пошли вы нахрен, straight to the deal, пожалуйста, straight to business. Между прочим, чувак на веб-дизайнер Депо тоже сказал, что он говорит, не уверен, что это шаг вперед по поводу дизайна, это шаг вбок, как он написал. Он просто говорит о том, что именно сами алгоритмы, которые репитедли, предлагают то, что нужно репитать, простите за мой французский, а то, что один раз к столу, это уже не репитуют, а предлагают все-таки стул, ковер и рога. Это, говорит, шаг все-таки вверх и по сравнению с Amazon еще. Step up from Amazon. Нихрена, ты что дал? Да, я тоже тут успел чуть-чуть одним глазком-то посмотреть. Ты уже что-то даешь. Ну ладно, что, идем к светским новостям, в принципе. Я просто хочу последнюю точку поставить в этом и всем. Я быстренько зашел на Fred Mayer и что-то у него там не так круто, как у Walmart, конечно же. Блин, дерьмо, мне придется тоже зайти. Это не точка, это запятая, это же точка запятой. Давай, Fred Mayer, так. Сейчас. Fredmayer.com. Мы еще давай на этот зайдем, как там? Был-то третий. На Safeway. Safeway, да. Но там точно только groceries. Там не было уже ничего другого. В Fred Mayer я даже книги про Вовку покупал. Для наших слушателей просто я скажу, что это те магазины, в которых мы были не один раз в Америке. На Safeway у меня тупо не заходит, он, видимо, на Амазоне хостится по-жесткой. Да, на Fred Mayer он всегда был красный, а здесь синий внутри. Какого дьявола? Я просто, я вижу, ну, логотип, слава богу, хоть красный остался, но айдентика не соблюдается максимально вообще. Мне хочется просто выкинуть сразу этот сайт. Еще больше, я больше скажу, Safeway что-то просрали, Access Denied, Error Code, попробуй на Safeway зайти, что-то происходит. Это Safeway.com. Если я Safeway Groceries ввел, и мне на shop.saveway.com введет, и да, Access Denied, у них какой-то просто инкапсула. Ну, может быть, давай так, мне кажется, они просто блочат для русни, да, сейчас опять же Tor Browser, мне друг установил, научил пользоваться. Ну, я просто под NL уже зашел, как будто я NLец, мой друг как будто NLец, и я не могу зайти. А ну-ка под USA. Tor Browser у меня заходит. Ну, ты под USA, да? Нет, я тоже зашел. Я из Кеннеды. Слушай, нормальная тема, да, вот, то есть, походу, заблочили просто для не своих пацанов. Ну, и правильно. Согласен. Ну, вот, Safeway сразу, как Craigslist, мать твою. Я именно на shop.saveway зашел, и тут у меня сразу только строка поиска, популярные, популярные именно айтемы. Ну, все уже, популярные сайты. У тебя там еще это, нету, случайно? Ты аппликации не заполняешь на работу пока? Ладно, и сайты смотришь, просто мне интересно. Потому что тут досвидос, чё, тут топ-тен ресайп сразу для теток. Да. Brittle banana shake. Ну, потому что Safeway это тупо groceries, это тупо продукты. Я помню, мы там сэндвичи покупали всякие и так далее. Это было действительно прикольно. И я помню, мы еще каждый раз ловили момент, где у меня 404, ёпкарный бабай. Как так-то, а? Я же уже из Кеннеды. Ну, ты, походу, не сильно популярный пацан, потому что я из Америки, у меня все хорошо. Ну, вот я сейчас из Sweden. У меня все равно ладно. Да, Sweden для говноедов. Вот, US это нормальная страна. Ну, это мне надо из хрома заходить, я не хочу уже его открывать, чтобы там именно меня там тоже друг установил кое-что. Можно из US захочу. Ладно, заканчиваем. Это знак. В общем, Фред Майер полное говно. Даже по сравнению с новым Волмартом. Это даже обсуждать не приходится. Да, да. Ладно, пацаны, поделитесь в комментариях своими ностальгическими воспоминаниями, возможно, если вы были в Америке, о магазинах американских. Или, возможно, если вы живете в Европе, например, поделитесь своими какими-то такими тоже большими магазинами, сайтами, тоже будет интересно почитать. Прямо предложите в темке, скажите, пацаны, обсудите рынок в Словакии продуктовой. И вот вам три варианта. Расскажите о своих, так скажем, переживаниях. Своем experience, своих user stories. Вы можете даже занести нам 50 долларов на Патреоне и обсудить вместе с нами. Спокойно, можете спокойно, абсолютно, да. Идем к светским новостям и у тебя срочно в сиську написано. Да, просто срочно в письку или срочно в сиську мы, так сказать, совещались, решили, что в сиську. И, господи, какой Amazon, мать его, Instagram, Instagram вводит видео звонки на The Verge новость прям вот от 1 мая, от 1.25 пи-эм. Я не знаю, по какому это времени насрать. Короче, это свежак, прям вообще супер свежак. И здесь нам говорят о том, что в Instagram в популярную соцсеть для деления, так сказать, фотографиями, видосами, сторисами. Деление метозом и миозом. Да, и прочим говном. Добавляют возможность видеозвонков в директе. Я сразу скажу, я прочитал всю новость до этого еще. Это будет в директе. И можно и групповые звонки в том числе устраивать. И да, я не знаю, насколько можно блочить это. Ну, то есть, представляешь, я вот сейчас какой-нибудь там, я не знаю, инфиси чеховой наберу в директе. Ты наберешь директ инфиси чеховой? Ну, вот ты. Мне кажется, у тебя сразу выпуклый директ станет. Сто пудово. Две большие выпуклости на весь директ просто будут. Я пытаюсь понять, как это блокировать-то вообще будет. Мне кажется, ты можешь звонить только тем, кого... На кто на тебя тоже подписан. Да. Ну, да, допустим, да, это нормальный дел. На кого ты подписан и кто на тебя, да, я думаю, вот так. Просто потому, что, забегу вперед, апдейт еще не вышел. То есть, я смотрел, в App Store еще не обновился Инстаграм. Вот. Кроме этого, кроме видеозвонков, которые... Слушай, они сами отжирают у себя же хлеб. То есть, кто WhatsApp-ом пользовался, это же тоже фейсбучная тема. Тот теперь из Инстаграма не будет вылазить и WhatsApp еще больше просядет по всем параметрам. Не совсем понятно. Ну, видимо, это для комьюнити. Это именно уже вот такая штука. Я не удивлюсь, что потом они добавят возможность прямого эфира вот этой групповой беседы в Инстаграме. Инстаграмница какая-нибудь Оля Бузова с кем-нибудь, я не знаю, кто там сейчас популярен. То есть, Hangouts будет? Да, и стримят еще же это. И там рекламируют все вместе Арифлейм просто. Ну, блин, ну это отлично. По-моему, идеальная бизнес-схема. Я буду пользоваться очень сильно. Стопудово. Тем более, что тут вот на этой картинке три бабы, одна из которых похожа феминисткой и азиат. Возможно, гей. Точно не четыре. Точно не четыре. Тоже вот под хвост нему не заглядывал, не знаю, но все может быть. Поэтому видеочаты это да, кроме этого функцию Explore переработали. А именно, вот сейчас там есть хештеги, есть сторисы, и есть просто люди, которые тебе могут понравиться, опять же, по каким-то неведомым алгоритмам. теперь сверху добавили карусельку из категорий. Например, Animals, Photography, Architecture. У меня немножко прерывалось, и мне показалось, ты сказал Annals. Ну, такая категория тоже у кого-то может прокнуться, я думаю, почему бы и нет. В общем-то, господи, у меня вот, я сейчас открыл Explore, который у меня сейчас есть, и там в Волочково у меня. А ты вообще вот пользуешься вот этим вот поиском? Нет. И кроме того, что поиском, еще и выбираешь чтобы Photography или Annals было? Нет. Ну, повторюсь, Photography, Annals еще не вышел, апдейт. Еще нельзя. Есть как это, у меня есть, у меня можно. Подожди, именно такая же каруселька, как вот на скрине? Да, да, именно такая. У меня люди для вас, мода, музыка, спорт, искусство, а у меня нет. Что ж такое-то, а? Я сегодня какой-то просто, я в прошлом живу. Отбиваешь камнем еще? Ну, да, видимо, видимо так. Короче говоря, у меня нету этого еще, я не могу прочувствовать. Видимо, этот апдейт, он не в приложении, он именно, так скажем, просто на сервере у них. Ну, то есть, грубо говоря, они на сервере показали, что у пользователя вуду, у него есть доступ к этому дерьму, а у пользователя вебсайне нет. Так что подписывайтесь на наши инстаграмы, если вы на слух поняли, если не поняли, в описании ссылки на твиттер, вот такие же ники просто в инстаграме. У нас там классно. Ладно, идем дальше. Да, следующая темка. Так, про ютуб что-то будет. Не смотрел, что там за тема. А там гугл позволит скачивать с ютуб видео. Тема с vistanews.ru. Вы спросите, какого, мать его, рожна, какой нахрен vistanews.ru. Я сам себе этот вопрос задал, потом вспомнил, почему. Дело в том, что на коде Дурова была эта новость, а у них сказано было, что источник vistanews.ru. Я такой думаю, ну ладно, должно же быть что-то более, так сказать, все-таки, ну такая тема, ютуб премиум, туда-сюда, ну это популярный, охреновин. Должно быть уже на каком-нибудь, опять же, the verge. Я такой думаю, ну окей, гуглю, у меня здесь, я даже сохранил гугл поиски, ютуб премиум, хрен-то там, какие-то aked.com, trashbox.ru. Ты думаешь, эта инфа не сотка? Ну я не буду говорить, что это не сотка, наверняка это сотка все-таки, но абсолютно на каких-то левых сайтах. Почему, непонятно. Ну я реально сделал сейчас уже именно по новостям. на playground.ru было. Из нормальных источников только playground.ru, все остальное какое-то говно. Но неважно, суть убергизма, если в нерусскоязычном сегменте. И везде почти звучит новость так, что YouTube Red скорее всего переименуют в YouTube Premium. То есть никто не строит иллюзию, что это будет отдельный какой-то сервис, и тут говорят о переименовании. Но на Vista News говорят о том, что YouTube Red просто объединят с YouTube Premium. Это будет один большой сервис наряду с YouTube Music и Play Music. Короче, теперь в YouTube можно будет только в одно место занести денег. Для чего заносить? Для того, чтобы можно было, во-первых, смотреть без рекламы, во-вторых, скачивать видосы. Просто кнопка скачать будет уже вот без плагинов, а реально YouTube хорошая кнопка скачать. Ну и кроме, тут еще написано, что откроют для себя люди ряд других преимуществ. Каких, пока непонятно. Во второй половине запуск будет 2018 года, поэтому просто еще не о чем говорить. Но вот уже есть такая новость, такой слух. И... Насколько ты думаешь, Никита, у нас будет вообще популярно? Тебя бесит реклама на YouTube? Давай так. Реклама на YouTube, честно говоря, мне похрену. Потому что меня больше бесит реклама на Twitch. Там она незакрываемая, неубиваемая и по 30 секунд. А на YouTube она более лайтовая такая. Да и она не очень противная. На Twitch почти вся реклама иностранная, именно иностранная, заморская. Либо иностранная, либо, видимо, какая-то хрень, которую вообще... Там, видимо, очень дешевая реклама и очень непокупаемая вообще никем. Ну, для русского сегмента. И поэтому там покупают какие-то чуваки, начинающие предприниматели, какие-то, знаешь, тренера успеха. Они записывают это на камеру с телефона, в каких-то очень нелепых костюмах, ситуациях, интерьерах и так далее. И реально, вот я смотрю, думаю, какого хрена это здесь делает 30 секунд подряд, реально. Причем несколько раз и часто, и вообще до свидос. Видимо, это вообще никому не нужная площадка в русском сегменте. Вот. Поэтому, ну да, вот так. Поэтому на YouTube там еще нормасик. Там и фильмы, можно посмотреть рекламу и вообще там... Так вот именно. Я, вот мне стыдно признать, но я иногда даже не выключаю рекламу, а просто дослушиваю. А переходишь, возможно? Ну, это только случайно, честно, опять же скажу. Это только по неосторожности. Но не важно. В общем-то, суть в том, что... Ну, как бы, хочется посмотреть, что за ряд других преимуществ, о которых говорят, потому что в противном случае не продали мне вообще. Продайте мне эту ручку, продайте мне этот YouTube премиум. Вот пока... Пока не очень продали. Идем дальше. Следующая тема. РКН дал заднюю. Так. И... Роскомнадзор снимает блокаду, пострадавшие могут подавать в суд. Статья от чувака, по-моему, который и прошлую статью написал, если честно. Да. Я просто... Чтобы ты понимал, как я эту новость нашел. Я вспомнил, как звали чувака, которым и прошлую новость. Посмотрел, что у него самое актуальное и всунул нам в подкаст. Он здесь не менее горячим языком изъясняется, что вот, дескать, Роскомнадзор приотпустил, приспустил, но только не штаны, а свои... Хотя он так пишет, как будто штаны. Свои путы вокруг IP-адресов Amazon'а и остального. И на самом деле не сильно это приспустил, вот, судя по количеству миллионов заблокированных IP-адресов. В России от почти 18 миллионов до 14 с половиной. Это как бы все еще до хрена. Но, тем не менее, многое, что не работало, стало работать. Видимо, ну, то, что действительно было заблокировано по ошибке. И, короче говоря, пришло время, видимо, судиться. Видимо, пришло время судиться с РКН, кто суперсмелый чувак, и у него бизнес есть в России, и у него все легально и все правильно сделано, и он может рискнуть себе позволить посудиться с РКН, чтобы у него там другое, чем не нашли. Там какие-то другие, возможно, вещи какие-нибудь, леса, поля, если вы понимаете, о чем я. И, короче говоря, кроме этого, кроме этого, что еще, надо сказать. 28 апреля, да, уже начали приспускать. Я не знаю, в принципе, стало ли проще, стало ли легче. Я все еще захожу на некоторые сайты, которые все еще заблокированы. Ну и, как я понимаю, не отпустили IP-шники Central S3 амазоновского. То есть, он продолжает быть заблокированным. Я, знаешь, кстати, вот как просто ощутил себя вот как потребителя, как человека, который вот действительно от этого, как люди действительно от этого могут пострадать. То есть, до этого для меня это было все так просто. Я как бы захожу на сайт, я, скорее всего, понимаю, что там за водой. Но я сегодня, да, мне надо было купить фильтр для воды, в смысле кувшин для фильтра для воды. Я просто, короче, дубльгисел, какие вокруг у меня есть вот хрени с кувшинами, и просто заходил на сайт. И просто захожу на какой-то сраный сайт воды, Челябинска, воды какой-то. Вообще, ну вот просто вот. Вот это вот никому не нужный сайт никогда. Там ни одной, значит, вот там ноль посетителей. Год? Я, короче, захожу туда, и он не грузится. Захожу с VPN-ом грузится. Я думаю, твою мать, где они там опять на Амазоне что-то разместили? Ну это, в общем, смешно, конечно. И они, скорее всего, не знают и не узнают никогда, я думаю. Что говоришь? Я говорю, тебе друг на телефон, что ли, VPN-ку подключил? Я потом, не, я попробовал через компуктер. Понятно. Я-то думал, ты это on the go делал, и у тебя именно боль была. Не, это я делал на диване, как бы, такой, знаешь, и думаю, ну дай зайду, короче, с компуктера. Вот, то есть у меня была прям длинная цепочка user stories. Вот, и с компуктера не заходил, да, зашло только с VPN-ки. Суть какая еще? Еще суть какая? Еще какая-то даже суть, ну-ка. Короче, здесь, в этой статье, чувак настолько бомбил, что он выложил инструкцию, как подавать в суд на РКН. Вау. Полностью скачать заявление, заполнить, там, и т.д. и т.п., и т.п., если вы действительно ничего не нарушали, то есть вы действительно не делали серваки телеграмму, себя не держали, то, возможно, что-то сможете отсудить. Ну, слушай, прям уже это, какие-то, сейчас митинги еще прошли, да, там, в Москве, в Питере. Мы не то чтобы призываем, то есть мы даже и не призываем, вот, но действительно то, что там что-то это, пытаются, интересно, они кроме того, что просто вышли, побалдели, кто-то что-то фактически приблизился к тому, чтобы добиться каких-то возмещений, там, чего-то там, или это так, чисто движуха ради движухи была? Мне кажется, движуха была ради того, чтобы разблокировать вообще телеграмму, то есть это вообще, когда это кого-то вообще останавливает? 14 миллионов IP-адресов, я напоминаю, забанина, 14 миллионов. Остается еще, да, может быть, конечно, еще одну заднюю дадут, еще чуть-чуть как-то отпустят. Может быть, может быть, еще отпустят миллиончик, я хрен за это. Кстати говоря, знаешь, что я хотел сказать еще? Ну-ка. Что-то ты мне так вот прям классно зашел с того, что это. Да, митинги были. Не, я к тому, что все, я опять же хочу вернуться к Паше Дурову. Наверняка ему это еще больше нравится, потому что он вообще был бы супер не против, если бы в, ну, скажем так, не в честь его, но в честь того, что его очень сильно касается, проводили какие-то политические вещи. Мне кажется, ему очень нравится ситуация, которая происходит. То есть я даже не в негативном, не в позитивном ключе, просто констатирую факт, что я думаю, что ему классно прям сейчас вот максимально. то есть, то, что вот, ну, как бы, и, возможно, еще и Россия не очень рынок для Телеграма, хотя, может быть, и рынок, да, но я к тому, что вот классно, когда, типа, есть какая-то движуха информационная, и в других странах узнают об этом, и, в общем, короче, для него это достаточно крутой пиар. Ну, стопудово. Мы это обсуждали еще в прошлый раз, что он-то точно только выигрыш. Да, и как личности, и как репутация Телеграма. Да, да, да. Все, окей, идем дальше. Следующая новость твоя, кстати говоря. Слушай, а мы, ты не хочешь сделать, дать заднюю и взять паузу в нашем подкасте? Можно, можно. Я бы, на самом деле, вообще уже, судя по времени, его закончил. Причем, даже не столько потому, что я устал и валюсь с ног, это просто неправда, но это не повод заканчивать. Нет, это как бы я бы, но мы же здесь умираем ради наших подписчиков. Мы умираем. Поэтому. Мы умираем, давай ползнем хотя бы. Паузнем, конечно. Я считаю, что нас нет повода не паузить, тем более, я даже, может быть, что-то и съем. Я вот еще не решил, что, но возможно, когда я запаузу, мне придет инсайт о том, что я... Ну, ты скажи, когда запаузить. Ну, подожди, сейчас буду думать, когда запаузить. А я именно буду думать. Буду долго сейчас сидеть, думать, когда запаузить. Распаузили. Как кондалы за колон. Продолжаем. Расхуйте нас, вот тут распаузили. И расхуйте нас. Чтобы все люди понимали, что происходит, что мы действительно отвлекаемся, когда паузам. Я немножко дожевываю, скажем так. Вот. А ты? А ты переходишь к релизу ноутсам, видимо, или просто к релизу ноут.js 10 и npm 6. Правильно? Подожди, я хочу обратно к Роскомнадзору идти. Пока ты дожевывал, я на самом деле еще читнул статью, и в статье-то прикольные вещи были. Тут прям очень громко было написано, что все, Роскомнадзор отступил, блокада снятая информационная, в государство село в лужи. Тут такие прям громкие фразы есть. Пёрнуло в лужу, да. Было. Вот, да. Но по факту-то все примерно так и есть, что... Кстати, вот, самый важный момент, что Роскомнадзор обещал и дальше еще разблокировать некоторые, так сказать, подсети, и типа все будет классно. Поэтому прям вот... Это вот мы сейчас записываем в ночь с первого на второе, тут 14 миллионов айпишников. А может статься так, что вы, когда будете смотреть, уже один миллион айпишников только будет заблокирован. Так что... Чего-то мало верится в это дерьмо, конечно. Ну, я так просто. Я же не говорю, что так будет. Возможно. А теперь релиз ноды. Угу. Нам Альберт эту новость предложил. Интересно, он был тем мальчиком, Альберт. Он, возможно, Альберт Акчурин был. Я, правда, уже забыл, кто это. Блин. Это тот чувак, которого девочка была какая-то там. А, Кристиночка все вспомнил. Кристиночка. YouTube-мем. Короче, здесь на хабре статья релиз Node.js 10 и NPM 6. Сразу скажу, я уже ставил Node.js 10 себе и NPM 6. Погоди, секунду, мне просто интересно, ты что сожрал в переходе, в перерыве? Ты думаешь, в переходе добежал в перерыве? Шамуху. Я полторы колбаски дожрал, которые я из ресторана забрал сегодня с собой. И один такой, как тебе сказать, слоеный такой батончик, так сказать, из слоеного теста с брынзой и с каймаком внутри, с сыром. Ну, как-то не густо, понимаешь? Я просто призываю всех на patreon.com ставши веб-дизайн заносить бабло, чтобы Саня еще больше ходил в рестораны и жрял там какую-то каймановые острова какие-то. Каймак — это такой сербский сыр творожный, уже тебе говорить. Но вот да, его намазывают на хлеб очень удобно. Во всех магазинах он продается в виде таких картонных ведерочек типа. Вау. То есть оно именно как катка, которую надо на коромысле нести. Сорян, мы не в этом же подкасте, да? Вот да. Но я просто то же самое, понимаешь, я тоже сыр. Ну, в смысле, я бутер с сыром просто хаваю, но у меня банка колы, поэтому... Ну, слушай, это перекрывает. Я бы отдал все рулетики все за банку колы сейчас. То есть сербское говно бы отдал за американскую нормальную. Сто пудо. Так вот, релиз десятой ноды, повторюсь, обновил уже у себя на проекте. Иду в ногу, так сказать, со временем. И тут смешно будет. Есть ссылки на официальный анонс, на changelog, релиз ноутсы по тебе. Во-первых, NAPI вышел из тестирования и теперь стабилен. Это такая приблуда, которая между C++ кодом и внутренностями Node.js стоит. И бывает такое, что вы к ноде модуль пишите не на JavaScript, а на C++. И раньше вам с выходом каждой ноды приходилось его переписывать, потому что другие методы и так далее. А теперь NAPI его вот будет редко переделывать. И если даже и переделают, то входы будут такие же, так сказать, методы, которые ты вызываешь, API-шки. И ты будешь там... Да я не смогу привести пример, я просто не писал, мне насрать. Я не знаю, что там за C++ в ноде, под нодой, так скажем. Но да, теперь вы будете один раз только напишите к NAPI, и все. Уже впоследствии, если будет сам NAPI меняться, тебе не нужно будет переподстраивать свой C++ модуль, он у тебя уже автоматически будет более лучше работать с новой нодой. Вполне возможно, конечно, что потом в NAPI будут добавляться методы, которые более лучше, чем первый метод, который ты использовал, но он, естественно, будет по-другому назваться. Тогда тебе надо будет дописать чуть-чуть, но это будет значительно реже и проще, чем когда ты реально под каждую ноду отдельно подстраиваешься, потому что она на месте не стоит, ее дописывают, переписывают, и все классно теперь. Кроме этого, Node.js теперь будет независима от виртуальной машины JS, в том смысле, что стандартно нода на V8 крутилась от хрома, но теперь в скором времени возможен релиз Node.js ChakraCore под капотом, а ChakraCore это двиган, который в Edge в майкрософтовском. То есть вдруг кто-то будет хотеть ноду не на V8 хромовском, а вот на ChakraCore запускать, потому что именно те алгоритмы, которые вы пишете в своем нодовском проекте, быстрее работают вот на том двигании, потому что все же двиганы, они разные, они по-разному имплементируют JavaScript, с разной скоростью какие-то методы имплементируют, то, что работает в V8, еще не работает в ChakraCore без Babel, например и так далее. Поддержка OpenSSL 1.1.0 я вот в этих стандартах сертификатов не разбираюсь, но короче говоря более шифрование лучше стало и все классно будет. Бла-бла-бла. Через NAPI опять же. То есть если вы будете использовать этот NAPI, то будет шифрование происходить между нодой и компьютером, я так понимаю, хостовой машиной и нельзя будет через NPM пакеты, видимо, видимо, перехватить то, что непосредственно на компьютере уже происходит, для безопасности сделаю. Поправляйте меня в комментариях, просто самосвал, 20-тонник говна на меня вывалите, чтобы я больше так не налажал. Но поправляйте обязательно, я хочу все знать. Асинхронные циклы, как уже писали ранее, а уже, видимо, была новость, в которой писали ранее, здесь станут доступны асинхронные циклы и новое поведение ReadStream. Теперь можно будет пройти с циклом по итератору, возвращающему промисы, автоматически дожидаясь их разрешения. Ну, это такой полусинтаксический сахар, полуоптимизация кода, потому что, да, теперь вот есть асинхронные циклы, можно в цикл закинуть много промисов, ну, причем здесь, опять же, поскольку это сама нода, это даже не столько вопрос именно работы внутри JavaScript окружения, сколько еще вот здесь ProfilePath, ReadStream и так далее, сколько работы с файловой системой и использования ноды как скриптингового языка для операционки, например, да, хотя, конечно, для этого там традиционно Perl и Python используются, но тем не менее. Видимо, опять же, если я не прав, поправляйте меня, я с удовольствием все ваше говно приму. Коды ошибок, теперь введены коды ошибок это я, когда анализы сдавал, мне так и сказали. Введены коды ошибок error и хэштег code или там собака, что это, как это, просто хэш, хэштег, хэш, хэш code, который позволяет не привязываться к тексту сообщения для определения их типа. Короче, теперь, чтобы определить тип ошибки, не надо будет проверять, что за текст она вернула, достаточно проверять код. Это настолько очевидное изменение, что я удивлен, почему это только в десятой ноде такое дерьмище еще изобразили. Это странно. Кстати, здесь у меня вижу на этом, в сайдбаре есть статья по поводу, как реанимировать игровой сервис Nintendo Switch после блокировки RKN. И у меня к тебе сразу вопрос, что свечевое дерьмо тоже заблочили вместе с PlayStation? E-Shop в первую очередь E-Shop вообще не работал ни хрена. То есть, именно вот внутренний магазин там вообще ничего нельзя было сделать. Подожди, а интересно, в настройках свеча есть просто куда прокси вписать или там никто об этом даже не думал? Я, честно говоря, кстати, не знаю, но по-моему нету. И там можно было только с картриджей в говно играть и все. И балдеть. Просто, чтобы ты понимал, вот во всяких аськах даже, еще, я не знаю, 20 лет назад возможность была свою прокси написать. Не знаю, зачем это было сделано. я, честно говоря, вот сейчас не берусь, хотя у меня есть люди со свечами, но что-то я так и не спросил, можно ли там прокси свою вписать. Там просто, понимаешь, это игровая тема для деток. И там, возможно, даже вот нету этого интерфейса. Но вот я не помню, честно. Надо узнать. Ну, слушай, хорошо, что со свечами у тебя нету друзей, поэтому... Согласен. Надеюсь, и не будет как. Обновление V8, сам двиган, который там есть в дефолтной ноде, которая вот не чакра кора, а обычная, обновили до 6.6. А там, естественно, тоже куча именно оптимизационных моментов, типа вот метод Reduce для прототипа Array до 10 раз быстрее работает. В частности, выполнение асинхронного кода и асинхронных циклов. Просто тупо вот вы можете это увидеть по производительности, особенно если у вас супер там нагруженный проект, то вы прям вот вздохнете после этого хоть наконец-то. Появилось несколько новых методов, какие как StreamStart, StreamEnd у прототипа String. ConditionFreeBlockTryCatch. Теперь можно просто писать trycatch, не оборачивать, там ни в какие скобочки никакие не делать, там catch-e и внутри к этой ешке обращаться. Короче, просто trycatch и погнали. Погнали. улучшение кэширования загрузки кода построение AST в параллельном потоке. AST, чтоб ты понимал, это какой-то там syntax tree, то ли асинхрон, твою мать, я же ведь гуглил перед этим специально, чтоб не ударять в глязь лицом. В глязь. В глязь. Абстракт syntax tree. Ну, короче говоря, во время, видимо, видимо, здесь не должно быть таких слов, видимо, хотя поправляйте меня, во время обработки кода, его загрузки, строится вот этот вот, я опять забыл, какой, abstract syntax tree, в каком порядке, что там выполнять и так далее, и вот он теперь делается параллельно, его не ждут, как семеро одного, он делается параллельно и параллельно уже начинает там что-то еще выполняться, компилироваться и так далее. Отказ от Jeep. Jeep, чтоб ты понимал. Блин, короче, у меня у Бати есть друг, который ВДВшник. Хорошо. И они с Батей придумали, что у них будет организация называется Jeep, называться Jeep, и она будет расшифроваться, как дайте Жорева и Пойева. Я вспомнил, вспомнил. Вот, поэтому сейчас мне смешно это слушать, надо продолжать, естественно. Но главное, дайте. есть как бы обращение, да. Ну, слушай, они отказываются от этого, видимо, сильно толерантно все у них там в нодах стало. Короче, вот Jeep, это Пайтоновская хреновина, которая как раз таки запускает вдруг, сейчас я буду опять вспоминать, твою мать, а, я ведь гуглил. Ты походу, тебе надо на Jeep. Jeep. Короче, есть Node Jeep модуль, который собирает V8, когда используя, используя пайтоновский Jeep как раз. Если именно нативные C++ модули к ноде писать, но вдруг там будет нужен именно V8, джаваскриптовый, то вот он с помощью Jeep'а собирается, этот V8. Вот теперь нет, теперь, видимо, на сухую будут сразу V8 ссувать и все, поправляете меня, напоминаю. Экспериментальная поддержка промисов... Тебе тоже на сухую будут ссувать, а чувства в комментариях. Ну и пусть, я готовый, я смажусь перед тем, как выкладывать подкаст. Экспериментальная поддержка промисов модулем FS. Модуль FS есть такой, экспериментальное свойство промисов добавлено поддержка. Прочие улучшения, улучшена поддержка функционала для замера производительности и многое другое. Короче, все стало типа классно. Теперь утилита NPM, менеджер пакетов для ноды, который тоже обновился, как нетрудно догадаться, нода версии 6. Тут не синхронизированные версии. Появилась поддержка предупреждения об уязвимостях при установке пакетов, а также новый метод NPM, NPM Audit. Я сразу же попробовал, обновил NPM, попробовал NPM Audit, пока не работает. Смешно, что нам говорят о том, что он уже да, но нет, еще не работает, потому что... Может у тебя тоже там не обновилось Ctrl F5? Не-не-не, я читнул, я посмотрел, я даже issue на GitHub посмотрел, там у чуваков тоже не привалилось. Они говорят, ну вы подождите, мы для некоторых пользователей в бета-режиме уже выкатили, потому что там суть в том, что вот этот реестр модулей, вот он еще не обновился до того момента, чтобы Audit оттуда это брал, потому что Audit он же не будет тебя аудитить здесь, он будет просто отсылать твой список модулей в регистр и смотреть, есть ли там какие-то беспонтовые, и тебя предупреждать вот про этот ходят слухи, что это говнище, про это вот это вообще прям троян и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот реестр еще не работает, в бета-режиме где-то работает у кого-то, причем как именно понять, какой пользователь в бета-режиме или нет, это надо на NPM регаться, шоль, и тогда в системе где-то надо регаться, чтобы он понимал, что я это я, а ты это ты. Ты это ты, я это я. Поэтому непонятно, но будет типа работать, будет типа работать. Производительность NPM до 17 раз более высокую скорость теперь выдает. Это это правда. Я попробовал обновить все зависимости, которые у меня есть через NPM апдейт и очень быстро по сравнению с тем, как было раньше. Это правда. То есть, ну я не скажу в 17 раз, но раза в 3 точно быстрее. Управление вебхукс, которые получают, чтобы получить уведомление об изменении определенного пакета. Раньше использовался сторонний модуль Wombat для управления, теперь поддержка вебхуков стала встроенной. То есть, именно тебе прям приходит в нодовую консоль, видимо, поправляйте меня, что типа, чувак, надо обновить такое-то дерьмо, или типа, здесь используется то-то и то-то, то-то и факин то-то. Поэтому, да, появилось автоматическое разочтение конфликтов в лог-файлах, также теперь выводится больше данных для определения целостности пакетов. Вот так вот, вот так вот. Короче говоря, здесь, кстати, пишут, Node.js можно скачать с офсайта, поставлять с NPM 5.6. Неправда. Node.js, например, на макуничках лучше устанавливать через Homebrew, потому что там сразу он менеджит большое количество версий, можно менять, перелинковывать, он, ну, то есть, Homebrew все ставят в User.local.bin ceiling, или как-то так, или в User.local.sealing, ну, короче, куда-то туда, там, в отдельную директорию, а в User.local.bin делает символьные ссылки на то, что команда Node означает последнюю версию из Homebrew, а когда я ставил с официального сайта, он мне прям в корень поставил большую официальную ноду, и чтобы я потом, и обновлять тоже приходилось бы с офсайта, а мне нравятся менеджеры пакетов, поэтому я через Brew хотел обновить, поставил через Brew десятку, а мне все равно говорит, а версия 9.3 у тебя последняя, потому что ты ее прям в корень туда поставил, в Local.bin, и все, и хоть ты обосрись, поэтому мне пришлось ее туда-то всюду чистить, удалять, и потом уже через Homebrew нормально залинковать, чтобы десятая версия, и теперь впоследствии, если я через Homebrew обновлю, я буду просто при обновлении он будет перелинковывать, при этом сохраняя старые версии, я смогу разные ноды запускать, когда мне это надо. Это очень удобно, хотя, опять же, есть NVM, насколько я помню, Node Virtual Machine, в которой как раз можно разные ноды, но я не говорю про всякие докеры и прочее дерьмо, поэтому да. В общем, здесь на хабре вот этот Рамкин, уважаемый, говорит, с офсайта, видимо, он либо на Винди, либо на Линуксе, хотя на Линуксе, тем более, надо через пакетные менеджеры, но в общем, на Маке я ставлю через Brew, и мне больше нравится, поправляйте меня. Идем дальше. Круто, круто. А теперь последняя тема из светских новостей, и я тебе скажу, у нас сегодня светские новости, они как программирование, в смысле, как раздел разработка, они как раздел... Я сейчас думал, что мы в разработке. Мы уже давно, мы все еще в светских, мы еще в том-то и дело, мы еще в светских, и они такие вот прям мощные, они жирные, они как... Вот знаешь, как будто ты реально бекон не дожарил до конца, он такой еще как бы, вот такой, он все еще такой, очень свиной, скажем так. Так вот, короче говоря, статья с хабра от девочки, которая работает в Яндекс.Деньгах. И статья называется «Фронтенд, как у сына маминой подруги». И здесь статья на самом деле достаточно прикольная в плане того, что она говорит, она не... Она как бы напишет, я так понимаю, вторую часть, судя по всему, потому что в первой части она просто рассказывает вообще общее впечатление о том, как вот она устроилась в Яндекс.Деньги, как это произошло и так далее. Сейчас я все быстренько расскажу. Не буду вдаваться в подробности на самом деле, потому что да тут как бы и не надо это, просто общее впечатление, вот общее впечатление понять. Значит, она работала, тут, кстати, написано, как ее зовут? Тут не написано, как ее зовут. Катя, она представляет в самом начале. Привет, я Катя, я пишу фронтенд в Яндекс.Деньгах. А, да, я просто думал, тут прям, знаешь, будет с фамилией, именем, но да. Ну да, вот в общем Катя, короче, до этого, естественно, не была в Яндекс.Деньгах, она не родилась прям в Яндекс.Деньгах сразу же. Она, короче, просто работала. Если на ее никнейм зайти, извини, перебиваю, а Йокомон, то написано Иванова Екатерина. А, так вот, Иванова Екатерина, уже знаешь, отчество у нее есть до конца. Короче говоря, прикинь, суть какая. Суть такая, что, во-первых, у нее это единственная публикация, она сразу же в блоге Яндекс.Денег, естественно. Причем просто в блоге. Ям Малин. А, да, Яндекс.Денег. Ям Малин. Я думал именно Яндекс, но нет, только в Яндекс.Деньгах. Да, то есть как бы нормальная тема. И, короче говоря, раньше она работала просто типа верстальщица, как я понимаю. И поняла, что типа жизнь свернула не туда у нее. Пока ей не позвонили из, ну, как обычно, рекрутинговая тема. Звонит там HR, я не знаю, кто этим занимается конкретно в Яндекс. Позвонил, говорит, типа, хотим вас собеседовать. Типа, как я понимаю. И, короче, она, представляешь, взяла неделю чтобы собеседоваться перед тем, как собеседоваться. Задрачила сильно все, чем могла задрачить. И, короче, пошла на интервью, ее типа взяли. Причем она здесь рассказывает, опять же, я говорю, не буду вдаваться в подробности, типа, что, ну, например, типа, она думала, что вот нужно будет одно рассказывать, но другое, типа, но это, типа, не спрашивали, спрашивали другое. И там в основном, короче, ей, наоборот, показалось, что собеседование, знаешь, не такое, типа, душное, а наоборот, такое, и прикольно, она там спорила, короче, то есть, знаешь, она чувствовала себя комфортно в собеседовании, по крайней мере. Соответственно, ее взяли, и здесь она дальше продолжает, что вот, у нас в отделе, типа, 50 человек, круто, мы работаем, нам супер все нравится, досвидос, у нас очень круто организована работа в команде, типа, у них постоянные, типа, митинги, постоянные, она еще их так называет, типа, лоджик, лоджик, ревью, по-моему, это было, да, лоджик ревью, короче, у них постоянные какие-то собрания, типа, неважно, сколько по сколько человек, типа, фронтендеров, они собираются и смотрят на код друг друга, что-то подсказывают друг другу, опять же, вот, да, и, короче говоря, ревьюют код по-всякому, вот, она, например, прикладывает скрин, видимо, из почты, как у нее в папочке кода ревью 183, видимо, непрочитанного, и, короче, типа, делов до хрена, ну, вот, и, в основном, она про это и говорит, что, типа, вообще, митинги это круто, круто, когда, типа, программеры разговаривают между собой, а, ну, да, она еще очень много говорит про то, что она, типа, перестала быть таким унылым, типа, веростальщиком и стала программистом, типа, досвидос, именно уже алгоритмы пишет, хотя, раньше, говорит, я вообще, типа, боялась этого слова, ну, условно, да, но, сейчас, типа, все, это прям, вот, она суперпрограммер, и, говорит, так вот, в чем прикол митингов, и вот этой всей хрени, что программеры должны разговаривать, и так далее, прикол в том, что, короче, допустим, тебе, какая-то тема у тебя больная, скажем так, слабая, но, ты боишься это, как бы, показать, ты никак это не покажешь, если ты, короче, на митинге, об этом не расскажешь, я рассказал все, все это увидели, естественно, ты сам это заметил еще больше, соответственно, тебе помогут, подскажут, возможно, тебе что-то интересное подскажут, ты заинтересуешься, пророешь в эту тему, короче, и будешь больше знать, типа, очень круто, общение в команде, вот, ну, и тут все, вот, все на этой теме, короче, и она говорит, что очень сильно релеет soft skills, в основном, не факт, что если вы, типа, идете на какого-то программера, то надо только знать матан идеально, да, и программирование, типа, но soft skills очень релеет, потому что, говорит, мы занимаемся дохрена разными задачами, то есть, типа, нравится прям участвовать в полном комплексе, во всей цепочке разработки, получается, начиная с обсуждения там, тезе условно, каких-то своих предложений, да, каких-то своих там идей, может быть, предостережений, чего-нибудь там в тезе, да, и заканчивая тем, что, ну, действительно, просто программирование, само по себе, то есть, хоть она и говорит, по-моему, 60% она пишет код, здесь написано, остальные 40% трачу на участие в развитии отдела, и сопровождение проектов, вот, ну, соответственно, 40% она тратит вот на какое-либо общение, какие-то софт-скильные темы у нее идут, в принципе, все, я думаю, больше тут даже и нечего сказать, вот, в этом вся идея, короче, что, типа, если вы хотите вдруг вырасти, получать больше зарплату, на более крутой работе работать, то надо повышать свои софт-скилл, условно, не обязательно, что вас выстрелит ваш скилл обычный, типа, понятно, что скилл нужно тоже иметь на программировании, зная джавскрипта и так далее, и так далее, алгоритмы, но было бы круто еще просто уметь выразить мысль, донести, сказать, знать какие-то общие принципы разработки, ну, вот такие вещи, все, в принципе. Ну, тут я вот смотрю выводы, по поводу того, что просто верстать уже умеют нейронные сети, нужно становиться программистом, и, как ты знаешь, это странно очень, что для людей, я не хочу ничего плохого сказать ни про нее, ни про кого вообще, но это достаточно странно, что у людей вызывает изумление, что при работе с людьми нужно иметь софт-скилл. Ну, камон, это абсолютно... многие люди привыкли, что программисты, это не о работе с людьми, скажем так, понимаешь? Ну, с тех пор, как программеры, это уже больше не потные чуваки, которые сидят в подвале по одному, а все-таки команды, иногда даже распределенные. Это накаченные пацаны, которые как дуров выкладывают в инстаграме фотки. Фотки на лошадях, конечно, да. Такие программеры. Да, поэтому из-за того, что это команды, в том числе распределенные команды, требуются какие-то коммуникации между этими людьми, поэтому, конечно, здесь не должно вызывать вопросов, даже когда лес валят, на лесоповале, все-таки, ну, коммуникации должны быть, потому что, ну, один ты уже там в поле не воин, и надо как-то коммуницировать, поэтому, ну, это круто, да, почему бы и нет, почему в хэштегах jQuery указаны вообще, здесь что-то про него было, что ли, или что? Я, честно говоря, не знаю, возможно, бы. Не, просто я читал вслед за тем, как ты говорил, где-то 30% меня слушало тебя, 70% тоже вчитывалось, и... 60% из тебя писало код, 40% и soft skill. Вот да, но ничего про jQuery я здесь не вижу вообще, возможно, это специально так, чисто, чтобы jQuery-щики тоже зашли и пришли к ним в Яндекс деньги, не знаю. Возможно, возможно. Ну-ка, а что в комментах пишут? Ух, не сталкивались они с версткой таблиц с огромным количеством данных. Ну, что-то как-то здесь не особо прикольно. Ух, Екатерина! Тут есть люди, да, которые хейтят, причем даже сильно заминусенных-то комментариев нет. То есть тут почти везде плюсики. Ну, вот, в принципе, такая тема, думаю, можно двигаться дальше. Светские новости, напоминаю, у нас продолжаются. А все, светские новости, кстати, закончились. Во, во. Джастин Фуллер нам из разработки говорит уже на фрикоут-кэмпе. Прямо вот из разработки орет, как из люка, короче. Это вот прям мы уже спустились в каналку самую. В коллекторы, да. И тут он, где реальный разработчик Джастин Фуллер с другими чуваками. Я причем, это он девелопер в Bank of America. Bank of America, я вижу, да. Меня терпеть не могу, когда в названиях предлоги и частицы типа of, for пишут с большой буквы. Это, мать ваша, безграмотно. Ты думаешь, Джастин Фуллер безграмотный? Но он не понаслышке знает, что такое Walmart, я думаю. Сто пудово. Так вот, это статья с фрикоут-кэмп, на самом деле. Это, опять же, оригинал, а я перевод увидел на хабре в блоге RUVDS, но я уже, учитывая опыт прошлой недели про Async и Wait, понял, что лучше сразу оригинал прочитать от греха, потому что перевод какое-то говно получился. И вот, three upcoming changes to JavaScript that you love. Три изменения, которые грядут в JavaScript, которые вам прям стопудово понравятся. Здесь чувак, раскинувший руки практически по дауне младшему. Я хочу очень быстрее закончить подкаст, мне прямо хреново уже. Но я прям выдержу это. Ты вообще мне говоришь, что ты держишься. Я в смысле, я держусь, просто меня же перед тем, как завтра с вами тусить, мне надо еще доехать. И мне надо еще не опоздать, потому что я уже сделал заявление, что я не буду опаздывать, поэтому возможно мне спать осталось часов пять. Ладно, не важно. JavaScript говорит, как вообще работает? Есть группа ECMATTC39, комитет, который он нам сначала рассказывает вообще, как вещи попадают в JavaScript, в стандарт. Есть пять шагов по реализации, которые проходят любое, то, что предлагают в код. Есть здесь, собственно, даже целый чарт. Опять же, я хотел быстро, но здесь надо это проскать, что здесь есть чарт, в котором показано, какие вещи, на какой стадии находятся, так сказать, принятие, непринятие и так далее. Это гигантская просто таблица, ее можно изучать, наверное, днями, здесь очень много всего. Так вот, и кроме того, что есть пять стадий, так сказать, пропоуслов, есть еще тот факт, что двиганы, которые это все реализуют, то есть, если есть стандарт, это не значит, что ты открываешь браузер и сразу у тебя это работает. Неправда, это важно еще как быстро разработчики JavaScript Engines, то есть движков, будут имплементировать то, что в стандартах было приведено. Именно поэтому очень много полифилов есть и транспайлеров типа Бабеля, которые превращают тот код, который будет уже ничем необычным через год, на данный момент работал уже сейчас во всех браузерах, в нодах и прочих других JavaScript окружений, в которых вы могли бы что-то запускать. Так вот, вернемся, пять шагов пропоузлов, он говорит, я здесь, вот те вещи, о которых я говорю, они уже не на первом шаге, то есть, они уже были обговорены, и поэтому имеет смысл, так сказать, их обсуждать. То есть, если просто обсуждать те пропоузалы, которые находятся на стейдж 0, то есть, только на выдвижении, то там много уже всякого есть, но абсолютно не факт, что хоть что-то из этого дойдет до финала, поэтому это нет смысла обсуждать, а вот эти, то, что он говорил, уже есть. Так, про транспайлеры я сказал, он говорит, вы можете прям вслед за мной повторять и сделать с последним бабелем, потому что с последним бабелем уже работают эти штуки, о которых мы здесь будем говорить, с седьмым бабелем, бета, супер, бета, и так далее, и тому подобное. Он будет сразу говорить, я, говорит, люблю TDD, Test Driven Development, поэтому мы будем разрабатывать сразу с тестов, начиная. Я, опять же, уважаемые слушатели и зрители, я ничего не знаю в тестах, просвещайте меня, скидывайте статьи какие-нибудь про тесты прикольные, я вас очень прошу. Я не говорю, давайте, приносите, скидывайте, может быть, не, я просто реально прошу. Здесь используется какой-то AVA для тестирования, я знаю, что бывает еще какой-то E2E или 2E2, по-моему, E2E. Вот здесь AVA, вот, ну и кроме этого бабель, естественно, подключается. Все, первая фича, которую мы рассматриваем, это Optional Chaining, и вот это, да, это боль, действительно, эта штука очень нужна. Что такое Optional Chaining? Вот, допустим, есть у нас какой-то объект Data, в котором есть User, внутри свойства User есть свойства Address, внутри Address есть Street, нам нужно обратиться к Street, мы можем писать data.user.address.street, но если вдруг так получится, что объект User не определен, например, пользователь либо не зарегистрировался, либо не залогинился, либо информация о нем не передалась откуда-то из другого места, там, с сервера не прилетело, то у нас вылетит TypeRore, что мы не можем прочитать с Property Street of Undefined. Почему? Потому что до Street, например, address, все, его уже нет, и получается TypeRore. для того, чтобы нам этого избежать, мы либо должны проверять через 100 if-ов ifData, тогда ifDataUser, ifDataUser andAddress и так далее, и тому подобное, а тогда обратись к DataUser и AddressStreet, если нет, то уже вываливай ошибку, что там не найдено такое-то дерьмо, либо мы через несколько логических и это сделаем, я вот, например, так делаю, видишь, constStreet, мы определяем, что Street это Data andDataUser andDataUser andAddress andDataUser andAddress .Street вот так вот к этому обращаемся, и если Undefined, то он нам хоть что-то из этого Undefined, то он нам выведет просто Undefined без TypeRore хотя бы, но этот способ по его мнению уродливый, беспонтовый и самоповторяющийся, потому что действительно нам нужно много раз написать дату в среднем 4 раза, он, ну, говорит, это очень прикольно, что будет вот этот вот оператор вопросик, точка. Вопросик с точкой это тот момент, ну, когда ты, грубо говоря, проверяешь, вот если дальше после DataUser есть Address, то тогда обратись, если после Address есть Street, тогда обратись, если нет, вывали Undefined. Вот, говорит, напишем тест, и вот тут я уже начинаю NaponyMy, я не знаю, как писать тесты, что это значит, то есть я понимаю, для чего это нужно, я именно в JavaScript, я это ни разу не писал, поэтому попробую догадаться, на этом мне нужно было, конечно, погуглить перед этим про Ava, вот этот, посмотреть, что это такое, какой-нибудь ролик там и так далее, но не было времени, поэтому с удовольствием рассмотрим в следующий раз какие-нибудь темы, которые вы предложите про тестирование на JavaScript. Так вот, вот он пишет метод getAddress, в который берет Data, Data, это объект, так сказать, и в нем он как раз вот эти, через вопросик с точкой обращается к Street, то есть мы достаем значение свойства Street с тройной вложенностью из переданного объекта Data, пишем тест, если типа, ну, какое-то вот валидное дерьмо, то возвращаем улицу и пишем, что result это getAddress valid, valid это тот объект, который, собственно, мы объявили в самом начале на третьей строчке, и если у теста есть result, соответственно, то он возвращает MainStreet, почему он здесь именно пишет MainStreet, ну, то есть, он, получается, хардкодит дерьмо из объекта valid, который мы передаем в начале, почему именно так пишется тест с захардкоденным каким-то объектом и с захардкоденным ответом, я не очень понимаю, но суть в чем, если сработало и вернуло MainStreet, то тогда функция работает, значит, getAddress есть, а для чего он здесь пишет тест, для того, чтобы понять, работают ли эти операторы, то есть, как их типа встроить к нам в код для того, чтобы мы точно знали, как они именно работают, видимо так, тут он пишет, давайте, это был тест, который удовлетворяет значение, то есть, все, result, MainStreet, все хорошо, а вот, говорит, тесты, которые не удовлетворяют значение, синтаксис абсолютно такой же, мы открываем тест, первым параметром идет сообщение, которое выдается, а вторым идет стрелочная функция с t, ну, собственно, то есть, возвращает сам объект теста, из getAddressUndefined, если не передают никакой параметр в функцию, то undefined, если передает null, undefined, если передают пустой объект, то тоже undefined, ну, окей, написали три теста, чё, как опять же, как он их прогоняет, в каждую подставляет, и если хоть что-то возвращает undefined, то вообще undefined или чё, я, ну, как бы, ладно, я один раз скажу, что я это не понимаю, но по факту, здесь он дальше, что для доступа к свойствам в массиве, вот еще можно точка number в итоге в конце добавить, ну, опять же, вопросик точка number, если вдруг есть элемент с этим индексом, number, это номер индекса элемента, ну, и здесь он, опять же, если 0, то вернуть John Doe, а если там в пустом объекте вернуть undefined, ну, окей, я понял, как работает, но суть в том, что вопросик с точкой для массивов, для элементов массива тоже может работать, то есть, если, типа, третий элемент в массиве есть, то его вернуть, а если нет, то undefined вернуть, окей, чтобы без type error, без всякого говна, дальше у нас для, то же самое говорит в веб-браузере, то есть, если вдруг не имплементирована эта хреновина, эта функция, то есть, бывает такое, что вот там нам сказали в релизе ноды и так далее, что вот сделали там trim end, trim start, насколько я помню, да, сейчас я даже посмотрю, да, trim start, trim end методы string, вот в ноду его ввели, а может быть, допустим, в сафарях он еще не имплементирован, тогда имеет смысл через вопросик с точкой проверить, существует ли такая функция, то есть, вот функция getNeighbors, например, в объекте data, внутри юзера, есть юзер, у него есть свойство address и есть метод getNeighbors, нам нужно вызвать этот метод, если он существует, мы пишем data, вопросик пустые скобочки, вот так это пишется, то есть, мы типа проверяем, есть ли этот метод getNeighbors, для начала, просто, есть ли такое вхождение, видимо, свойство, а потом мы указываем явно, что это должен быть метод, потому что после названия метода еще делаем через вопросик с точкой скобочки, ну и опять же, если Neighbors, так, сейчас я посмотрю, почему здесь NeighborsLand 2, да, а он, это же этот метод возвращает самих, собственно, соседей, все, я понял, это метод, который мы вызываем от юзера, для того, чтобы не обращаться к user address Neighbors, а просто вызывать user getNeighbors, и он нам бы вернул, все, я понял, он говорит, что если Length 2, соответственно, и у первого элемента John Doe, то тогда да, тогда этот метод работает, скорее всего, все правильно возвращает, типа, а если getNeighbors это пустой объект, то есть нет такой функции, то тогда undefined, окей, если, говорит, хоть какой-то элемент этой цепи, вот это вот, через вопросик с точкой не существует, то сразу возвращает undefined, вообще, говорит, внутри вот так проверка идет, value равно-равно null, то тогда возвращается value, в противном случае возвращается undefined, через тернарный оператор, то есть получается, и если, говорит, да, хоть что-нибудь будет undefined, то ничего не вернется, но здесь сразу же, говорит, нужно предупредить, что, опять же, имплементация, скорее всего, внутри, используют тернарные операторы, поэтому, если этим злоупотребить, то будут просадки по производительности, то есть такие штуки нужно максимально все равно использовать только с той дейтой, которая неизвестна, если мы заранее что-то знаем, то лучше объявить там что-то пустое и так далее, сделать просто проверку на пустоту, чем вот такие делать проверки на то, существует это или не существует, то есть нужно, как обычно, do not overuse, простите, так, второе, ну лишь коэль, коалес, не знаю, как читается, правда, вот просто смотрю на слово и не понимаю, как оно читается, это, кстати, опять же, боль, то есть вот, и что первый пункт в JavaScript прям вот если был бы этот оператор, это круто, так же и второй вот этот сравнение с нулом, так сказать, сравнение с тем, существует этот, ну, что-то, значение или не существует, то есть вот есть, говорит, несколько операций, которые мы в JavaScript часто используем, первое, проверяем на undefined или на нул, второе, делаем какое-то дефолтное значение, если undefined и нул, и третье, делаем так, чтобы он ошибочно не принял ноль, фоллс и пустую строку за undefined или нул, потому что, если мы сделаем в тупую проверку, value не равно нул, то тогда все работает нормально, а если просто value, вот так часто делают, if value, тогда то-то, то ноль, фоллс и пустая строка тоже будут возвращать фоллс, потому что идет непрямое приведение типов, и это тупо, потому что по факту ноль в данном случае это будет все равно число, то есть опять же, если мы говорим, if там, ну какое-то свойство, if какое-то свойство существует, тогда то-то, а у нас хопа, это свойство равно нулю, по факту оно существует, просто, ну в программе бывает такое, что что-то равно нулю, а у нас не проходит дальше программа, потому что он спотыкается и неправильно это понимает, поэтому вот эта штука, конечно, она нужна, типа как сравнение с нулом, но в чем суть, суть в том, что сейчас это тернарный оператор, и он пишется довольно громоздко, то есть value не равно нул, вопросик value, двоеточие, дефолт value, а что если нам как-нибудь написать по прикольному, типа два вопросика, value, два вопросика, дефолт value, пишется намного удобнее, но это означает уже как раз, чтобы проверка была такая, что и value не равно нул, не равно undefined, но при этом не принимать во внимание, если оно будет равно нулю, фолсу или пустой строке, но зачесался просто, ну и здесь сразу опять тесты, тесты, в которых мы проверяем нул, проверяем undefined, проверяем void 0, естественно, который тоже возвращает undefined, и делаем так, вот во всех тех случаях, нул undefined void 0, мы всегда возвращаем дефолтное значение в этих тестах, а если вдруг у нас 0, пустая строка или фолс, то мы возвращаем не дефолтное значение, а 0, пустую строку и фолс, соответственно, все, то есть вот так написать тесты для этого, для этой хреновины, тут мне, я повторюсь, мне понятно, как это пишется, но я не совсем понимаю, что именно значит эти тесты, это значит, что любое, так сказать, вхождение в этот алгоритм, он будет, в этот оператор, он будет прогонять через этот тест, или так мы проверяем, работает ли это сейчас в той среде, в которой, ну, короче, я не понял, для чего эти тесты, повторюсь, поправляйте меня. Третье, pipeline operator, это то, как у нас работает все, например, в Unix, когда выход одной функции является входными данными для последующей функции. В JavaScript это сделано вот в такое оборачивание в скобках, то есть мы оборачиваем в скобки и вызываем, и внутри скобок вызываем еще один метод, внутри тех скобок вызываем третий метод и так далее, и тому подобное. То есть, да, все казалось бы, хотя, вот я как человек, который, вот, ну, хоть там PHP, хоть JavaScript, хоть C подобные языки, там всегда так было, поэтому, в общем-то, мне это не кажется чем-то предрассудительным, хотя, вот, например, в jQuery, насколько я помню, если вспоминать функциональные библиотеки до LowDash и Ram, до которых здесь указано, там можно было чейнить, то есть ты через точку делаешь, что точка parent, точка там то-то, и он как раз берет входные результаты первой функции и передает их на вход второй, то есть там это реализовано, и, собственно, даже и вообще большинство вещей, которых вот сейчас хотят предложить в JavaScript, в коробку, так сказать, они уже реализованы в функциональных библиотеках типа LowDash и Ram, а это такие большие библиотеки, чтобы ты понимал, ну как большие, там тоже несколько килобайт, в которых очень много реализовано методов, которых нету в JavaScript, но они нужны, типа там, проверить, что там находится, что-то в массиве там, ну, в основном вот по операциям с данных и так далее, и супер прожженные JavaScript, они просто один раз подключают LowDash или Ram в начале, и с помощью дефолтных методов из тех библиотек все делают по бирику и все, то есть вот то, для чего мы раньше подключали jQuery, для удобства быстро каких-то методов, теперь для этого LowDash и Ram подключают вот в таких проектах, я тоже вот вплотную с этим столкнулся, я что-то сижу, пытаюсь там какой-то огород воротить, а мне говорят, да ты что дурак, что ли, там в Ram, где есть же две функции, которые тебе вот заменят вот это все, и как бы, ну, а я им отвечаю, чуваки, у меня там вот сроки, в функциональных библиотеках есть эти методы, их что-то подключать, потом дебажить, мне быстрее, вот, ну, наворотить реально, так сказать, реализовать тот алгоритм, который в Ram, где уже реализован, ну, а они-то для чего это говорят, на Ram, где типа это все убористее выглядит, то есть тут ты пишешь, там, какой-то цикл, какой-то там вложенные какие-то проверки, а там ты в один метод передаешь массив, и уже тебе готовый результат, то есть, да, это более readable, но это более readable для тех, кто знает Ram, для тех, кто ее не знает, это вообще не readable, ни хрена, так вот, здесь есть pipeline оператор, который нам предлагают, что будет в JavaScript, с помощью вот такой вот вертикальной черточки и знака больше, то есть просто сначала взять result, передать его в double say, то, что получилось, передать в capitalize, то, что еще получилось, передать в exclaim, причем, судя по всему, а, ну да, в этом правильно, в порядке, сначала вызвать double say at hello, потом capitalize от того, что получилось от double say и так далее, ну короче, все прозрачно, вот такой еще метод хотят реализовать, здесь показано, как это можно по тестам опять же проверить, хотя, вот мне, честно скажу, громоздко кажется, из-за, когда вот так вот вертикальность программы уходит, ну вот смотри, это считай, вот это в четыре строчки вместо одной пишется, вот конкретно по поводу именно этой фичи в JavaScript, которых мы должны полюбить, вот эту я не полюблю, а первые две, да, это прям бомба, конечно, поэтому, вот посмотрите, вот такие pipeline здесь возможны, в тестах, я смотрю, simple pipeline, partial application pipeline и async pipeline, даже с async await, здесь какой-то, замутили pipeline, который будет ждать, что типа пока у нас каждая не выполнится, последующая, так сказать, действия, мы будем ждать у предыдущего результат, чтобы его передать в следующий, но это и понятно, то есть да, вот такая вот статья получилась, первые два, повторюсь, бомба, третья, вы в комментариях меня поправляйте и напишите тесты, зачем нужны, идем дальше. Самое главное, что знаешь, что, я бы вот следующую тему дропнул, но я ее и так дропнул, потому что она у меня 404 почему-то отвечает, у тебя как, попробуй. У меня через турбраузер работает, если ты про то, что как компьютер генерирует случайные числа. Да, ты прям обновил турбраузер? Прям обновил, да, прям при всех сейчас ее открыл, но дропнул-удропнул, она очень маленькая на самом-то деле. Она тупорыла немного, потому что там читать надо, читать надо, там она такая, там типа, да, давай, короче, житуха, все равно моя тема в любом случае, и первая из житухи, а у нас, мы же говорим, три темы в житухе, это, короче, как чувак 17-летний, мне, говорит, 17 лет, и я удалился из всех социальных сетей, и, говорит, что вообще как, как сам, и, говорит, очень такая статья, знаешь, не то чтобы, как сказать, читаемая статья, но я думаю, все это понимают, просто надо освежить. Чувак 17 лет, я, говорит, понимаю, что вся моя жизнь стала зависеть от социальных сетей, и как я, типа, в них нахожусь, что я, типа, пастю, пащу, и реально, короче, я, говорит, понял, что если я, типа, ничего не пащу, или перестаю вообще, в принципе, быть, типа, социально активным в социальных сетях, то какие-то люди, там, например, вообще меня перестают воспринимать как человека, перестают со мной общаться, там, и так далее, и я, говорит, просто принял решение, что вот нахрен мне это дерьмо, я еще посчитал, говорит, в часах, сколько я трачу часов, типа, если считать 3 часа в день на социальные сети, и помножил на несколько лет, сколько он уже сидит в них, то, говорит, это сколько часов-то, получается, я просрал, это, говорит, вообще же ужас, ужас-ужас. Да при этом у него-то короткая жизнь еще, 17 лет, знаешь, сколько мы уже просрали. Мы уже вообще просрали все. Здесь он приводит пословицу еще, говорит, перед тем, как, ну, совсем бросить, скажем так, социальные сети, китайскую пословицу, которая звучит на английском, китайская пословица на английском, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Короче говоря, реально, и он решил прямо сейчас, прямо сейчас посадить то самое дерево, которое надо было 20 лет назад еще посадить, по-китайской пословице, и бросил. Сидеть в соцсетях вообще по полной, и все. Соответственно, 7 вещей, которые он понял за эти 3 месяца, пока не сидит в соцсетях вообще. Крут, вся, говорит, чувствую, как ребенок, да свидос. Все исследую, новый мир передо мной открылся, вообще вся, очень свежая, чувствую, типа, вообще все классно, могу придумывать, идеи миллион, как у Диснея. Вот. Второе. Второе, это, видимо, много времени у него свободного было, для того, чтобы ходить в джим, чтобы качаться, я, говорит, вообще балдею, времени до хрена, все классно, мне прям нравится. Третье. Я перестал париться за жизни других людей, скажем так, как они там счастливы или как они несчастны, потому что я не сижу в соцсетях, соответственно. И мне классно, опять же, я только за себя парюсь, и мне вообще замечательно. Четвертое. Так, ну это, видимо, еще про качалку, снова про качалку. Он, короче, качок. Вообще классно, говорит, не могу прям себя чувствую так, что прям накачался до свидос. Короче, стал лучше реально выглядеть чувак, потому что, типа, уже не залипаю в телефон, а есть время заняться собой. Пятое. Звучит, говорит, как клише, но реально, типа, понял, кто твой реальный друг, типа. Потому что отсеклись челики, которые любят только лайки тебе нужны. Любят, да, только релевантных людей, скажем так, как здесь написано. То есть, те, кто постоянно постят в инсту, что-нибудь там, как они классно отдыхают и так далее, короче. Ну вот. фейсбук, соответственно. Шестое. Я, говорит, стал больше уделять внимание мелочам и тем вещам, на которые я не обращал внимания. То есть, например, типа, я чувствую, я, говорит, понял просто, что, типа, моя мама это лучшая в мире мама и так далее. Ну, короче, в общем, просто на такие, скажем так, обыденные вещи, которые у нас есть, он посмотрел по-другому, потому что, типа, отвлекся от телефона, условно. Седьмое. More in touch with the real world. Короче, в общем, опять же, стал классно себя ощущать, стал больше жить в реальности, хотя я думал, говорит, что если я, ну, что я, говорит, короче, он думал, что реальность это сидеть в телефоне и в соцсетях и так далее, а на самом деле реальность вот она, настоящая. Я, говорит, думал, что я сейчас, если я, говорит, брошу, сидеть в соцсетях, то я стану тем самым скучным пацаном, хотя я и был тем самым скучным пацаном, когда сидел в соцсетях, вот как-то так. Вот и все. Какой-то просто история успеха. Ему осталось еще сказать, что это все только потому, что на рефлее он торгует, и вообще все хорошо, быстро. Ну вот, ну в конце он говорит, что, чуваки, подумайте, говорит, get off your phone, если, говорит, хотите быть крутыми пацанами, как я, накачаться. Ну, накачаться, это, конечно, самое главное. Короче, ты же не знаешь, как это комментировать, но окей, круто. Почему бы и нет? Чувак пробовал. Я предлагаю продолжить, оставаться в соцсетях и тратить свои миллионы часов. Да, хотя бы на наш подкаст. Фронтендер прокомментировал, нам предложил новость очередную. Мне бы работу подошли, чтобы не плакаться жене. Какие-то двустиши он сочиняет уже, потому что такие строки, естественно. У него какие-то частушки, мимо тещиного дома, я без шуток не хожу, как говорится. Вот, да, тут, естественно, нет уже ничего такого. У Джессики Wildfire, которая PhD in sex jokes, вот такое вот здесь написано. Как будто это порнозвезда какая-то, Джессика Wildfire. Вот, ну слушай, она профессор, она преподаватель. Так. Вот, но при этом она еще там, типа это, писатель. То есть она здесь на протяжении этой... Отец-хасбенд. Сто пудово. Она на протяжении этой статьи просто часто говорила о том, что если вот мне предложат сейчас там, типа, написать такой-то роман, там, за такие-то деньги, я там, типа, соглашусь, но как бы вот не буду упасть. Ну, короче, сейчас скажу про что новость, про что сама статья. Есть, говорит, такой миф, что надо вот бросить работу, следовать своей страсти, и все будет классно, сразу будет успех и так далее. Вот, говорит, ни хрена подобного. Во-первых, говорит, не бывает такого, что чем-то ты занимаешься, и у тебя это суперстрасть, и вот ничего тебе больше не надо, и все так здорово, удобно. И всегда, говорит, любая работа начинает остачертевать, если не сказать большего. И в любом случае, ты как бы должна быть та работа, которую ты зарабатываешь, деньги просто, должна быть, ну, а другая работа, это будет работа, которая приносит удовольствие. Не бывает такого, что, потому что если ты на что-то начнешь опираться, как на главный свой заработок, то оно перестанет тебе приносить удовольствие, ты это будешь ненавидеть, потому что, ну, ты себя будешь вынуждать этим заниматься, это уже будет не в кайф, это уже будет, вот как наш подкаст, раз в неделю, вот ты должен как штык, и не волнуйся, что уже полчетвертого ночи. Так вот. Вообще, говорит, это, конечно, все закладывается, естественно, и по телеку, везде вот эти вот гуру, которые говорят там, вот, бросайте свою работу, day-to-day job, follow your dream, follow your passion, и все будет классно. Но, говорит, нет, потому что, я, говорит, сто тысяч раз бросаю работу, и пробовала на сто процентов, типа, заниматься тем, что мне нравится, очень быстро выдыхаешься, и, во-первых, говорит, вот я, типа, писатель, да, но кроме того, что я писатель, я преподаватель по основной работе. И, говорит, а о чем тогда писать, если ты не будешь получать на работе даже не столько отрицательные эмоции, сколько хоть какие-нибудь эмоции? Ну, то есть, условно, если ты сидишь дома, выходишь там только в парк, о чем ты будешь писать, как ты узнаешь о каких-то перипетиях, которые в мире происходят, где будет твой источник вдохновения? То есть, не будет никакого, говорит, вдохновения дома. Допустим, у тебя есть пэт-проджекты, да, ну, если мы к нашим баранам вернемся, так сказать, программистским, а как тебе придет идея, какой пэт-проджект сделать, если ты на работе не столкнулся там с какой-то сложностью, в которой ты поимел необходимость в какой-то там библиотеке, или ты там понял, что вот есть такая-то боль, и нужно там это автоматизировать или что-то еще. Откуда у тебя появится вдохновение что-то замутить, если ты даже не придумаешь, что замутить, потому что у тебя не будет никаких реальных челленджей в жизни и так далее, и тому подобное. Поэтому, вообще, говорит, страсть, это страшное слово, пэшн, это, говорит, в основном про то, когда ты там друг с другом снимаете одежду, занимаетесь супер, там плотской любовью на закате или там на восходе. Это, говорит, как бы вот опасно, когда ты именно настолько себя рвешь, так сказать. Ну, и это метафора, что когда ты с головой окунаешься в какое-то дело, ты там себя забрасываешь, не ходишь там в спортзал, начинаешь там жрать и так далее, и ты и свое дело уродуешь, потому что оно для тебя становится уже неприятным. Ты уже столько часов на это потратил подряд, что у тебя просто мозг от этого устал, банально, тебе это уже неинтересно. Это, говорит, вот 50 оттенков серого, говорит, это вот не про работу, это, говорит, так, пусть останется просто в сюжетах. И, говорит, что вот карьера, говорит, она как брак. Иногда, конечно, нужно самому с собой поговорить и сказать, что, блин, ты больше не можешь, но это просто часть работы. То есть, она считает, что вот должен быть вот этот вот момент, работа, которая тебя бесит, но на которую ты ходишь, потому что просто есть слово «надо», как вот бабушка с дедушкой учили, вот есть «надо». И вот именно это «надо» и то, что ты это преодолеешь каждый раз, оно тебя наоборот только обогащает, дает тебе как раз те силы и желание заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Потому что в тот момент, когда у тебя не будет вот этой изнуряющей работы, у тебя и желания вот этого не будет, я хочу этим заниматься, у тебя всегда будет типа возможность заняться, чем ты хочешь, и ты это ценить уже так не будешь, как когда ты после работы пришел и вот у тебя есть там полтора часа там поиграть, а когда ты всегда будешь играть, тебе это уже и не будет в такой кайф, для тебя это будет обыденностью и вот эта вся страстность она на самом деле конечно и пропадет. Ну и здесь она еще говорит о том, что по поводу богатства это все бред, что типа если будешь заниматься тем, что нравится, сразу станешь богатым. Это все равно зависит от везения. Ну то, что мы уже обсуждали в нашем подкасте, что богатые люди, они зачастую им просто повезло. Понятно, что они тоже работали и что везет тому, кто везет вот в этой поговорке знаменитой, но тем не менее, говорит, если вы просто будете заниматься суперлюбимым делом, а если это любимое дело не приносит денег, то хрен оно будет вам приносить денег. Так не бывает. Поэтому, говорит, вы не надо 25 на 8 заниматься тем, чем вы хотите заниматься, потому что вы расходите и будет уже не так прикольно. Вроде бы я на самом деле все сказал, что она хотела, просто ну немножечко в разном порядке, но в общем-то... Блин, но мне понравилось, слушайте, мне тоже понравилось. Она действительно классная. То есть вот даже не могу ничего плохого сказать. Она интересно рассмотрела разные аспекты. Ну и да, она такая, как бы, не знаю, мне кажется, даже до 30, может быть там 32, 33, вот так вот. А она уже рассуждает о том, что она профессор, там преподает где-то и так далее и тому подобное. Ну, окей. Почему бы и нет? Что-то поняла в жизни, так сказать. Джессика Уайлдфайр. Да, да, ну, видимо, это все-таки порнозвезда какая-то, потому что так быстро она слишком поняла как-то. Окей, последняя тема на сегодняшний день, в принципе, из жетухи, хотел сказать, из светских новостей, все уже одни светские, уже светские новости головного мозга. Полчетвертого утра, по Челябинску, короче, тема про пыльные страницы рекламы Sega Mega Drive. Вообще не буду останавливаться. Ну, в том плане, что здесь чувак, чувак на DTF. Подожди, давай так, если бы сейчас было не полчетвертого, а пол первого, например, ты бы остановился, есть вообще на чем остановиться? Я просто скажу, я скажу, подожди. Вот я остановлюсь на том, что чувак уже до хрена времени, то есть три года подряд, коллекционирует рекламные постеры, скажем так, рекламные обложки, консольную рекламу, рекламу консолей, зарубежных и отечественных игровых журналов. И у него собралось до хрена уже по Sega конкретно. Ну, по Sega Mega Drive конкретно и аддонов Sega CD и Sega 32. X32. И, короче, он здесь говорит, я говорю, тут можете, если что, архивчик скачать. Я прям боюсь, насколько он заляпан, этот архивчик, скажем так. 700 мегабайт. Говорит, можете уже сами полапать, скажем так. Я уже полапал, вы можете тоже еще. И, короче говоря, здесь реально он выложил статья, посмотри, просто по длине нормальная тема. И здесь, короче, вообще хорошо. И он комментирует еще каждую, каждую комментирует, что вот там типа раньше, когда такой-то пришел там чувак, который занимался рекламной компанией в США, именно Sega, он воевал с Nintendo и сделал слоган Genesis может то, что не может Nintendo. Genesis does what Nintendo don't. Тут еще игра слов и бла-бла-бла. Значит, здесь много всего интересного. Просто само по себе настроение надо прочувствовать. Действительно, такой очень олдскульный. Очень олдскульная реклама везде. Хочу обратить ваше внимание, давай обратим внимание на все-таки женщин с голыми телами. Да, я уже обратил. Да. Да, потому что ну как бы достаточно интересно. Все-таки мне кажется, такие вещи, как консоли, это ну как-то ориентируются на категории меньше 18 лет и меньше 16 лет и я не уверен, что такие рекламы в принципе сейчас бы прокатили, мне кажется, не прокатили бы, но тем не менее было, такое было. Может быть, он это и приводит здесь как пример того, что вот было и как бы как пук было в воздух и похрен. Ну да, может быть, как пук в воздух. Но в целом настроение понятно, да, какое? Классно, потертые такие везде. Рекламочки такие консольные в таких каких-то цветах даже своих, вот такие сейчас цвета-то не делают, то есть вот реально как-то по-другому. Приглушом и выцвечи какие-то, да, даже те, которые яркие, они такие кислотные, странные. Как будто они у него все на даче лежали открытые, каждый вот разворот. Все выгорали. Да, и он их потом сосканировал. Вот. В принципе, все. Давай просто скажем с тобой про Сегу. У тебя была Сега. У меня была Нинтендо, Entertainment System, да, инди стандартный. Потом мне давали PlayStation где-то на полгода-год. И все. Дальше у меня уже был ПК. Да, у меня тоже Сеги не было, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Но Сега у Илюхи была, поэтому, наверное, к счастью. Сега, она посильнее, чем Дендик была. Но она была 16-битная, в отличие от 8-битного Дендика. на ней были другие игры совершенно. То есть, это как бы были разные лиги вообще. Ну, параллельно с Сегой вышел с NES, Super Nintendo Entertainment System. И его уже, опять же, по нашей, так сказать, мы с тобой статью про Нинтендо рассматривали, как чувак начинал. Его уже не спиратели, по-моему, продавали именно оригинал, а он был дорогой, поэтому он сильно не продавался. И да, поэтому, конечно, про Россию тут сложно говорить, но по факту в мире они конкурировали с NES и Sega и вполне себе неплохо. Ну да, ну где сейчас Sega и где сейчас Nintendo? Никто не знает, что такое Sega сейчас. Они там что-то сейчас делают. Они же издатели все еще там каких-то чего-то. Они, да, да, они издатели игр, но я не знаю, кроме издателей, делают ли они железо какое-то. А что делает Nintendo? Это уже вообще другая корпорация, мощная. Согласен. Продолжает быть мощной, по крайней мере. Wrestlemania, вот это Mania, которая на Genesis и на Sega, вот это мы у Илюхи постоянно играли. Хотя, видишь, написано, что на Super NES тоже она вышла. Видишь, оказывается, она, как это называется? Мультиплатформенная? Мультиплатформенная. Во-во-во-во. Я уже оттупел тоже в край. Ну да, да. В принципе, такое прикольно, прикольно. Я так помню, самая моя любимая игра на Sega была, это Jurassic Park. И там прям вот мы весь сюжет проходили, когда в конце уже там на вертолете надо на лодке какой-то улетать. Это там очень много интересного всего было. Тут, между прочим, Castlevania. Я вижу, как раз на нее тоже. Смотрю, Castlevania Bloodline, Belmont какой-то. Ну, Морталик, это понятно, да. Хотя, кстати, классического Mortal Kombat 3 почему-то здесь не было на скринах нигде. Там был просто, а, хотя нет, Mortal Kombat 2, да, Mortal Kombat 3 классического почему-то не было даже. Хотя, казалось бы. Аладдиныч тоже был. Ну да. Лайон Кинг, нихрена себе. А это стопудово. Поэтому... The Lost Vikings первая игра от Blizzard, нихрена себе. Ну, собственно, и вторая игра от Blizzard, которая Rock'n'Roll Racing, она тоже была на Sega, я в нее тоже очень много играл. У меня такое чувство, что она даже называлась Sega Rock'n'Roll Racing. Может, но я не помню. Я просто не помню. А я Lost Vikings тоже видел, сейчас пытаюсь проскроллить и не могу их уже найти. Они в самом конце вообще, они последние вообще. Понял, я думал наоборот в самом начале. Да, точно, The Lost Vikings по центру. Ну, короче говоря, кстати, Интерплей издателем явился в этой игре. Посраться. Да, то есть, такие компании, представляешь, сколько они уже живут? Так Интерплей-то уже не живет, слезка, к сожалению. Ну, понятно, но... они-то на фуллауте, это после второго фуллаута, когда тактик свыше, они-то и развалились, поэтому, да. Ну, тем не менее, тем не менее. Короче, в общем, классная. Если хотите поностальгировать, заходите по ссылкам у нас в описании обязательно. Смотрите, постерики. В принципе, заканчиваем. Говори последние слова. Ну, у нас обойка еще есть. Управлять кроватку прямо в этот момент, знаешь? Слышишь, обойка есть еще. Кроватка. Ой, обойка. Я скидывал к нам в телегу ее. Так что, да-да-да-да-да, я сейчас ее открою. И она... Ой, она в принципе, я думаю, что здесь наш подкаст, знаешь что? Знаешь что? Надо что-то нестандартное. Тут слишком все понятно. Наш подкаст, темки, это вот эти звезды, которые вдалеке, видишь? Некоторые мы хорошо обсудили, они хорошо светятся. А некоторые, как Сегу, они чуть-чуть вон там приглушены. Да, они там чуть-чуть, да. Вот. А подкаст, это все небо наше, вообще все. Не северное сияние? Это слишком банально? Нет, да, а северное сияние, это что-нибудь супер выразительное. Это патроны наши. Да, да, согласен. Они вот, некоторые темки аж затмевают, потому что они их и предложили. Они из них прям светятся. А некоторые, как бы вот рядом с ними, они их просто поддерживают и так далее. Поэтому, становитесь нашим патроном, подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылки будут в описании, как всегда, uvdesign.ru слышу баут. Пользуйтесь смарт-тейпом, везде ставьте лайки, пишите отзывы, ставьте звездочки, комментарии, колокольчики, в общем, все как всегда, увидимся через неделю, с вами был Тормознутый и Никита Тарас. Пока. пока. Субтитры сделал DimaTorzok,